Госиздат. Маяковский стоит перед конторкой главного бухгалтера, заложив руки в карманы и широко, как козлый, расставив ноги. Товарищ главбух, я в четвертый раз прихожу к вам за деньгами, которые мне следует получить за мою работу. В пятницу, товарищ Маяковский, в следующую пятницу прошу пожаловать. Товарищ главбух, никаких следующих пятниц не будет. Никаких пятых пятниц, никаких шестых пятниц, никаких седьмых пятниц не будет, ясно? Но поймите, товарищ Маяковский, в кассе нет ни одной копейки. «Товарищ главбух, я вас спрашиваю в последний раз!» Главный бухгалтер перебивает. «На нет и суда нет, товарищ Маяковский». Тогда Маяковский неторопливо снимает пиджак, вешает его на желтую спинку канцелярского стула и засучивает рукава шелковой рубашки. Главный бухгалтер с ужасом смотрит на его большие руки, на мощную фигуру, на неулыбающееся лицо с массивными челюстями, на темные, глядящие из-под лобья глаза, похожие на чугунные гири в бокалейной лавке. «Вероятно, будет меня бить», — решает главный бухгалтер. «Ах, кто из нас грешных не знает главбухов? Они готовы и собственной жизнью рискнуть, лишь бы человеку помучить». Маяковский медленно подходит к конторке, продолжая засучивать правый рукав. «Ну вот, сейчас и влепит по морде», — думает главный бухгалтер, прикрывая щеки хилыми и безволосыми руками. «Товарищ главбух, я сейчас здесь, в вашем уважаемом кабинете, буду танцевать чечетку». С мрачной серьезностью предупреждает Маяковский. «Буду ее танцевать до тех пор, пока вы сами лично не принесете мне сюда всех денег, которые мне полагается получить за мою работу». Главный бухгалтер облегченно вздыхает. «Не бьет, слава богу». И, опустив безволосые руки на аккуратные типы бумаг, произносит голосом говорящая рыба. «Милости прошу, товарищ Маяковский. В следующую пятницу, от трех до пяти, Маяковский выходит на середину кабинета, оттягивает ремень на брюках и тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук, 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 тук-тук». Машинистка, стрижная как новобранец, вероятно, после сыпного тифа, шмыгнул носом, выскакивает за дверь. Тук-тук-тук-тук, тук-тук, 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 тук-тук. Весь госиздат бежит в кабинет главного бухгалтера смотреть, как танцует Маяковский. Паркетный пол трясется под грузными тупоносыми башмаками, похожими на футбольные бутсы. На конторке и на желтых тонконогих столиках звеня прыгают электрические лампы под зелеными абажурами. Из стеклянных чернильниц выплескивается фиолетовая и красная жидкость. Стонут в окнах запыленные стекла. Маяковский отбивает чечетку сырого трагически. Челюсти сжаты, глядит в потолок. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Никому не смешно. Даже пуговоносному мальчугану-курьеру, который разлад со всем госиздатом имеет приятное обыкновение улыбнуться, говорят, добрый день или всего хорошего. Через несколько минут главный бухгалтер принес Маяковскому все деньги. Они были в аккуратных пачках, заклеенных полосками газетной бумаги. За стеклянным столиком кафе-поэтов почти ежевечернее сидел бывший террорист, бывший левый СР Яков Блюмкин. Этому чернобородовому человеку уже пошел 22-й год. Значит, не слишком был молод по счету того времени. Другой наш приятель, тоже недавний левый СР, красавчик с природной мушкой на румяной щеке, Юрочка Саблин, был помоложе и уже командовал армией, громившей Колчака на Урале. Ленину в 18-м году было 48. Его в партии давно уже называли стариком. Однажды иду я по Александровскому саду. Навстречу фельдетонист, правда, Михаил Кольцов. Он прямо от Владимира Ильича из Кремля. «Безобразие», — говорит Кольцов с нежностью в голосе. «Взяли старика в халтуру. Прихожу, а он примус накачивает, чтобы суп себе подогреть». Эпоха. Большевики не так давно заключили мир с немцами. Чтобы разорвать его, Яков Блюмкин, по решению левосеровского ЦК, пристрелил в Москве немецкого посла, графа Мирбаха. Выстрел был хорош, но мир он, как известно, не нарушил. Немцы выдохлись. Им уже было не до войны с нами из-за мертвого графа. Убийца немедленно посадили в очка. Не имея особого желания встать к стенке, он кого-то выдал, кого-то предал. И за счет жизни своих товарищей по партии спас собственную жизнь. Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу. Но как же не прилепиться к нам, состоявшим тогда у нее в избранниках? И он прилепился ласково, заискивающий. К тому же левосеровская ЦК вынесла решение казнить предателя. Опять для Блюмкина запахло смертью. А он, как мы уже знаем, не очень-то любил этот запах. Впрочем, как и большинство жалких смертных. И вот Блюмкин сделал из нас свою охрану. Не будут же левосеровские террористы ради гнусного предателя, как именовали они теперь своего проштрахившегося героя, приканчивать бомбочкой двух молодых стихотворцев. Перед закрытием на ночь кафе-поэтов Блюмкин всякий раз умоляюще говорил. «Толя, Сережа, друзья мои, проводите меня». Свеженький член ВКПБ, то есть Блюмкин, жил тогда в метрополе, называвшемся Вторым домом советов. Мы почти каждую ночь его провожали, более-менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было бы в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона. Слева обычно шел я, справа Есенин, посередке Блюмкин, крепко-прикрепко державший нас под руки. Он был большой, жирномордый, черный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми. Я обожал «надо-не надо целоваться» этими-то мокрыми губами. Как-то в кафе поэтов молодой мерхольдовский артист Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои запалившиеся полуботинки с заплатками над обоими мизинцами. «Хам!» — заорал Блюмкин, и мгновенно, вытащив из кармана здоровенный Браунинг, направил его черное дуло на задрожащего артиста. «Молись, хам, если веруешь!» Все, конечно, знали, что Блюмкин героически прикончил немецкого графа. Что же ему стоит разрядить свой Браунинг, заскучавший от безделья, в какого-то мерхольдовского актеришку? «Неудивительно, что Ильинский стал белым, как потолок в комнате, недавно отремонтированной. К счастью, мы с Есениным оказались поблизости. «Ты что, опупел, Яшка?» «Болван!» Есенин повис на его поднятой руке. «При социалистической революции хамов надо убирать!» сказал Блюмкин, обрызгивая нас слюнями. «Иначе ничего не выйдет, революция погибнет!» «Романтик!» Таких тогда было немало. Есенин отобрал у него Браунинг. «Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане!» «Отдай, Сережа, отдай!» — взмолился романтик. «Я без револьвера, как без сердца!» Несколько позже романтик возглавил охрана наркомбоена Троцкого. «Ребята, хотите побеседовать с Львом Давыдовичем?» Покровительственно спросил Блюмкин. «Я могу устроить встречу! Хотим! Очень! Устраивай!» Примерно через неделю Блюмкин явился к нам на Богословске. Я лежал с перевязанной шеей и каждые четверть часа полоскал горло перекисью водорода. «Ребята, сегодня едем к Льву Давыдовичу. Будьте готовы!» «Есть! Будем как огурчики!» И счастливый Есенин побежал в моей голову, что всегда делал, когда хотел выглядеть покрасивей и попоэтичней. «Ой, у меня тридцать восемь и пять!» Ангина проклятая простонал я, поспешно разбинтовывая шею. «Дай, Яшенька, пожалуйста, брюки!» «И не подумай давать! Лежи, Анатолий! Я не могу позволить тебе заразить Троцкого!» «Яшенька, милый, дурак! Это контрреволюция!» «Контрреволюция?» — испуганно пролепетал я. «Лежи! Забинтовывай шею, получи горло!» Поберел романтик, торопливо отходя от моей кровати. Он ужасно трусил перед болезнями, простудой, сквозняками, мухами, носителями эпидемии. И сыростью на улице обязательно надевал калоши даже после летнего дождичка. На начало беседы Есенин передал Троцкому только что вышедший номер нашего имажинистского журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном». На первой странице первого номера я писал примерно вот что. «Раньше прекрасное искусство еще называлось изящным. Что же это такое?» Говоря языком образа, это означает, горы не особенно высокие, подъемы не очень крутые, пропасти. Ах, лучше бы пропастей совсем не было, а не то еще свалишься. Пусть и все обстоит так, чтобы для путешествующих подъем на гору не был опасной экспедиции ради открытия каких-то высот. А плохо приятной прогулкой для собственного удовольствия, чтобы ничто не нарушило ни элегантного свойства литературной походки, ни легкости светских манер в поэзии, усвоенных с такой трудностью от иностранных воспитателей. «До чего же изменилась природа прекрасного в наши дни?» У слова «походка» тяжелая, смысл широк, без запретов. В выражении своих мыслей мы прямы, просты, откровенны, а потому кое-когда и грубоваты. Почему же природа искусства все-таки называется прекрасной? Могут ли обвалы, пропасти и крутизны дать ей такое имя? Безусловно. Потому что мы ищем и находим сущность прекрасного в катастрофических потрясениях современного духа, в опасностях Колумбова плавания к новым берегам нового миросозерцания. Так понимаем мы революцию. Троцкий, взглянув на журнал, сказал «Благодарю вас». И, выдвинув ящик письменного стола, достал тот же номер гостиницы для путешествующих в прекрасном, чем сразу и покорил душу Есенина. В журнале была напечатана моя поэма без шляпы. В ней имелась такая острофа. «Не помяни нас с лихом, революция! Тебя встречали мы, какой умели песней! Тебя любили кровью, той, что течет от дедов и отцов! С поэм снимая траурные шляпы, провожаем!» «Передайте своему другу Марии Нгофу, сказал Троцкий, что он слишком рано прощается с революцией. Она еще не кончилась и вряд ли когда-нибудь кончится, потому что революция — это движение, а движение — это жизнь». Поэма без шляпы была написана в 1922 году. Как нетрудно догадаться, при первом удобном случае Сталин расстрелял Блюнкина под пение, вернее, хрипение интернационала «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Только и успел прокричать наш романтик. Это мне рассказал член коллегии ВЧК Агранов. Впоследствии тоже расстреляны. А когда поставили к стенке старика Мерхольд, он, как мне передавали, воскликнул «Да здравствует революция! Это мой век!» Только в моем веке красные штаны, привязанные к шесту, являлись сигналом к буре в зале бывшего благородного собрания. Только в моем веке расписывали стены монастыря дерзкими богохольными стихами. Только в моем веке тыкали пальцем почтенного профессора Айхенвальда и говорили «Этот Коган!» Только в моем веке знаменитый поэт танцевал чечетку в кабинете главного бухгалтера, чтобы получить деньги. Только в этом моем веке террорист мог застрелить человека за то, что он вытер портьерой свои полуботинки. Только в моем веке председатель Совета народных комиссаров и вождь мировой революции накачивал примус, чтобы подогреть суп и так далее, и так далее. Интересный был век. Молодой, горячий, буйный и философский. В Москву приехала Айсидора Дункан. Ее пригласил Луначарский. Для себя и для своей будущей школы знаменитая босоножка получила от нашего правительства роскошный особняк на Причистенке. По-купечески роскошный особняк. Толя, сказал Есенин, усевшись на стол, за которым я трудно ковырялся, как говорили мы над лирическими строчками. Толя, слушай, я познакомился с Айсидорой Дункан. Очень рад, сказал я, не оторвая глаз от рукописи. Поздравляю. Я влюбился в нее, Анатолий. Ты влюбился по уши. Ты, честное слово. Не верю, Сережа. Почему это ты не веришь? Не верю, повторил я, обмакнул перо в черню. Уж может, я не могу влюбиться. Полагаю. Он почесал за ухом. Ну, увлекся, что ли. Ты увлекся? Он опять почесал за ухом. Ну, ладно, ладно. Она мне понравилась. Так ведь кругом, говорят, Сережа, что она, Есенин перебил. А я люблю пожилых женщин. Люби, люби на здоровье. Но клякса я все-таки посадил. И буду любить. Буду. Вдруг он испуганно взглянул на лист бумаги, который лежал передо мной. Что, кляксу посадил? Сейчас посадил? Ага. Он брачно взглянул на меня. Это дурная примета. Эх, растяпа. Я скомкал лист и выбросил его за окно. Все равно это дурная примета. Вот вздор-то. Увидишь. Не болтай чепухи, Сережа. Пушкин тоже в приметы верил. Сто лет тому назад. Описал-то он стихи сто лет тому назад. Не хуже нас с тобой. Вскоре Есенин перебрался к Дунган, в ее особняк на Пречистеньке. Мы сидим возле буржуйки. От нее пышет уютным жаром. Черные железные щеки зарумянились. Ишь, потрескивает. Не дрова, порох, говорит Есенин. Кто покупал? Небось, мартышон? И посаживается еще ближе к огню. Русская кость тепло любит. На столе, застеленном свежей накрахмаленной скатертью, стоит глиняный кувшин с ветками молодой сосны. Есенин мнет в пальцах зеленые иглы. Это хорошо, когда в комнате пахнет деревцом. Подходит к ореховой тумбе. На ней еще совсем недавно стояли наши притвенные приборы и обломок зеркала, прислоненные к флакону тройного одеколона. Теперь на ней некретинский трильяжик, духи, круглая пудреница с большой пуховкой и синяя фарфоровая тарелочка с золотыми карандашами губной помады. Тумбочка-то наша холостяцкая, говорит он. Каким туалетом стала? Рассматривает себя со всех сторон в трильяжик и нюхает духи персидской сирень, парфюмерного треста, жиркость. Так в те годы именовалась Тэжэ. Тэжэ, приятные, и душица. Почему-то за ушами. У нас в Рязани сирени много, потом большой лебяжьей пуховкой пудрит все лицо, а не по-дамски один нос. Мы-то с тобой два дурака текарской ватой после бритья пудрились и расчесывается наслаждением в свои легкие волосы большим редкозубым женским гребнем из черепахи. Красота! Только в кармане его носить неудобно. И кладет гребень на прежнее место. Ну, мне пора. Подожди, Сережа. Через полчаса придет Нюша. Ящик с игрушками кончается рано. Попьем чайку, есть холодная баранина. Мартышка еще что-нибудь придумает. Да нет. И надвигает на самой брови высокую бобровую шапку с черным бархатным донышком. Поеду на свою причистенку клятую. Дунканша меня ждет. Может, останешься? Ночуй с нами, Сережа, в старых пенатах. Нет, поеду. И нехотя надевает шубу. Поеду, будь она неладна. И натягивает кожные перчатки на пальцы по-мальчишески растопыренные. Право, Сережа, оставайся, гляди, как метет на улице. Поеду. Он застегивает шубу на все пуговицы и поднимает воротник, как на морозе. Будь здоров. Ты сказал, Сережа, клятая причистенка, да ну ее к Богу, сыпь домой. На совсем домой. Мартышка будет рада. Он кладет на мои плечи обе руки и, глядя в глаза, говорит вслух то, что, вероятно, не раз и не два говорил самому себе. Нет, Оля, я не могу. Да и не хочу сидеть на краешке чужого гнезда. И круто поворачивается на каблуках. Мартышону кланяйся. Поклонюсь, поклонюсь. Я молча провожаю его до парадного. Прибегай, Сереж. Спасибо. Прибегай завтра. Постараюсь. Дверь хлопнула. Возвращаюсь, не спеша, в нашу комнату, натопленную пахнущую сосной и ставшую гораздо уютней от белой скатерти на столе, от шотландской косынки в зеленую клетку на скучной ореховой тумбе, от лебяжьей пуховки и большого черепахового гребня, свидетельствующих о женщине. Но в груди у меня щемит, что-то поступает к горлу. Я опускаюсь на низкую табуретку возле потухающей буржуйки. Сижу тяжело, грузно, с сороненной головой, и как будто с нечистой совестью, словно сделал что-то очень жестокое, непоправимое, но неизбежное. Потом повторяю есенинские слова. Клятая причистенка! Ах, Дункан, милая, дорогая, и задора! И надо же тебе было повстречаться на его пути! Вспоминаю диалог из каких-то мемуаров. «Почему, друг мой, ты не женился на этой знаменитой богатой женщине?» «Да потому», — ответил мужчина, «что не хотел стать женой своей жены». Кто, где, когда перекинулся этими фразами, а Бог его знает. Но они поучительные. Есенин, конечно, не стал женой своей жены. Не тот характер, но, к сожалению, не стал и ее другом. По большому жизненному счету не стал и мужем. Любовь и дружба, в моем понимании, неразделимы при жизни вдвоем. При человеческой жизни вдвоем, а не в собачьей свадьбе. Отыграв ящик с игрушками, Нюша встретил Есенина на нижней площадке нашей лестницы и тащил его за рука в обратно в дом. Очень тащила. Но он упрямо твердил свое. «Нет, поеду, Мартышон, поеду». И уехал. «Нет, да тащила она Сережу». Василий Иванович Качалов подарил мне свою фотографическую карточку. Надпись на ней была в стихах. «Толя, Толя, Марингов, я давно твоих стихов поддавался обаянью. Рад был первому свиданию, кажется, в гостинице, в той, где и мажиница собиралась наша рать. Рад был издали слыхать, что почти вы без штанов, но богаты звоном слов. А потом тебя, живого, как-то привела Пыжова вместе с Нюрой, вместе с Сарой. И в квартирке нашей Старой мы бывало до утра, пили водку и обрал. Я читал стихи Сергея, ты свои стихи читал. И на профиль твой, Берцлея, Джим смотрел и засыпал. Эта качаловская квартирка старая находилась во втором этаже деревянного флигеля, что стоял во дворе художественного театра. В таких квартирах в Пензе жили самые мелкие чиновники, а в Москве старожа и дворники. Крохотные комнатки с крохотными оконцами, с низкими потолками, с поскрипывающими половицами и поющими дверями. Но до чего же было уютно, радушно, тепло, сердечно, гостеприимно эта дворницкая квартирка. Я не скажу, какого времени, Павловского или Александровского, была качаловская мебель. Но в креслах было удобно сидеть, на диване развалиться, а за круглым столом о пяти ножках вкусно елась, хорошо пилась и чудесно разговаривалась. Потому что не только молодым гостям, но и хозяину, который находился в великолепной мужской зрелости, никто еще не говорил, Вася, тебе гуся с яблоками нельзя. Нет, нет, только не поросенка. Положи обратно кусок, положи. Вот, пожалуйста, это твое белое мясо, куриная грудка с рисом. Или, Вася, Вася, ты уже две рюмки выпил, хватит. Сам же сегодня доктору слово дал. Нет, хвала Господу, тогда еще всеми все было дозволено, никто не смотрел трагическим глазом на гусиный филе, никто не выхватывал изо рта папиросу и не вел счета рюмком, стопком, бокалом, этого скучного и скорбного счета, портящего жизнь. Ольгу Ивановну Пыжову я бы тоже отнес к ряду некрасивых красавиц. Разноцветные глаза этой актрисы художественного театра воспел в своем рассказе один из серапионовых братьев. Язычок у Пыжовой был тонкий и острый, как лезвие бритвы, которое почему-то называется безопасной. А о пыжовском нраве следовало бы сказать приблизительно те же слова, что сказал Пушкин о комедии Бомарше. Откупари шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Справедливость этого пока еще может кое-кто засвидетельствовать. Через год, другой, третий, еще меньше. Не за горами тот день, когда их не сыщешь и днем с огнем, а жаль. Хорошие свидетели. Они умели и настоящими стихами побаловать человека. И на сцене играли неплохо. И недурно ставили пьесы. И могли до вторых петухов с толком и жаром поговорить без кусты. Недавно во Мхате одного из этих свидетелей, убеленного сединами, отмеченного лысиной, как у линяющего орла и обласканного народной любовью, принялся поучать бойкий служащий из Министерства культуры. Мой свидетель слушал, посапывая, кивал головой и вдруг буркнул оттопыренными губами. Умерли. Простите, кто умер? А те, кто могли учить меня. Так вот, эти немногие свидетели могут подтвердить, что когда Ольга Ивановна была в настроении, а в те времена это не являлось редкостью, она с лихвой заменяла для нашей небольшой компании бутылку шампанского, на которой не всякий день мы могли раскошелиться. Пыжова жила в небольшой коридороподобной комнате. Единственное окно выходило на площадь, которая меняла памятники, как меняет мужей современная женщина. Перед ампирным дворцом сначала стоял белый генерал по фамилии Скобелев, потом олицетворявший свободу за москворецкая молодуха в древнеримском одеянии. Она была высечена из шершавого серого камня и держала в руке гладкий шар. Художник Якулов называл его арбузом. Теперь на этой площади высится монумент основателю Москвы. Он крепко оседал лошадь Воснецова с картины «Три богатыря». В коридор подобной комнате пыжовой сиживали знаменитейшие футуристы и маженисты, серапионовые братья, композиторы, режиссеры и художники. Рассказывают, что Елизавета Михайловна Хитрово, дочка маршала Михаила Иларионовича Кудузова, поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальной. Женщины моего века тоже принимали у себя в спальной, но этому никто не удивлялся, потому что никаких других комнат, как правило, у них не было. Про дочку победителя Наполеона еще рассказывали, что когда избранный посетитель намеревался сесть, она взволнованно останавливала его. Не сюда, не сюда, это кресло Пушкина, ой, не на диван, это место Жуковского, нет, нет, и не на этот стул, на нем сидел Гоголь. И ласково заключала, друг мой, садитесь ко мне на кровать, это место для всех. Упаси меня, Боже, от каких-нибудь аналогий. Не знаю, как другие, а в особенности литературные критики, но лично я верю в любовь. С первого взгляда. Верю хотя бы потому, что сам так влюбился. Кроме того, и отец английской драматической литературы сказал, тот, кто любил, всегда любит с первого взгляда. В той же степени, если даже не больше, и тут некоторый опыт у меня имеется. Верю я в дружбу с первого взгляда. Именно так. С первого взгляда подружился я с Сергеем Есениным, Сергеем Образцовым, с Ольгой Пыжовой. Вероятно, подобное случается только в молодости, когда трезвый ум, к счастью, не слишком вмешивается в наши чувства. В конце первого вечера приятного знакомства на капустнике камерного театра, Ольга Пыжова уже с нежностью говорила и мне, и Некритиной, и Саре Лебедевой. Ну, гады! Нет, никогда не понять и старым, и новым этим коганом теплого пыжовского слова. Через два дня, сверкая своими разноцветными глазами, она объявила Качаловым, с которыми была в самых тесных отношениях. Сегодня, после спектакля, я приведу к вам трех гадов Марии Нгофа, Некритину и Лебедеву. Для Василия Ивановича и Нины Николаевны слово «гад» было рекомендации более чем достаточно. Едва мы сняли шубу и переступили порог Качалов сказал «Что ж, сядем за стол, а я уже сижу», крикнула из столовой пыжова, нацеливаясь вилкой в розовую рыбку, как она называла лососину. Кто не знает, что в гостях самые нудные, самые тягучие те полчаса, что выпадают на нашу долю от появления в доме до «прошу за стол, друзья мои?» У наших радушных хозяев водхитрицы этих тягучих тридцати минут не оказалось. Увильнули от них. «Что ты скажешь, Вася, о моих гадах?» спросила пыжова, жая розовую рыбку. Но Василий Иванович, вместо того, чтобы ответить на ее лобовой вопрос, как теперь говорится, уже наполнил большие рюмки ледяной водкой, настойные, как полагается, на лимонных корочках. Наполнил и улыбнулся своей качаловской улыбкой. Мне приходится употребить этот эпитет качаловский, качаловская, потому что все другие, слишком общие, могут относиться и к одному человеку, и к другому, и к третьему, а качаловская улыбка или качаловский голос единственный. Мы чокнулись. И опять, как и позавчера на капустнике в Камерном, случилось то, и это, к сожалению, последний раз в моей жизни, что я подружился с людьми с первого взгляда. Говорю с людьми, потому что это относилось в одинаковой мере и к Василию Ивановичу, и к Николаевне Литовцевой, его жене, славившейся Бамхате, труднейшим характером. Хотя я очень боюсь показаться сентиментальным, какое бедствие, но нет сил устоять против желания разразиться тирадой о душевной чистоте. Так вот, придешь, допустим, кому-нибудь на именины, глянешь, не соринки, все сверкает, все блестит, у меня, мол, чистота, у меня порядок, а под буфетом, к примеру, пылищина палец и паутина с дохлыми прошлогодними мухами. Ну и подумаешь, э, дорогая хозяюшка, да ты очковтирательница. Нечто подобное бывает и с душевной чистотой. Снаружи все сверкает, все блестит, а как ненароком глянешь в укромное местечко души или сердца и плюнешь в сторону, да чтоб тебя черт побрал с такой чистотой душевной, грязь, зависть, недоброжелательство. А у Василия Ивановича и у Нины Николаевны была настоящая душевная чистота. И чтобы увидеть ее, понять, почувствовать, не требовалось есть с ними пуда соли. Одной щепотки за глаза было. По второй не успели мы эту вторую закусить белым грибком, как Нина Николаевна прихрамывая засуетилась, затормошилась. А не суетилась она, не тормошилась, только когда спала. Но и в эти немногие часы, как уверял супруг, подушка у нее под головой вертуном вертелась. Нина, она уже что-то размешивала деревянной ложкой в кастрюльке, какой-то салат чем-то поливала, какое-то блюдо, солила и перчила. Потом за каким-то соусником потянулась к подоконнику, который служил добавочным столом. Нина! И Василий Иванович для успокоения дал их шлепок своей большой мягкой ладонью. В ответ она, делая это, проскрепела почти так же, как скрипели половицы в их крохотной столовой. «Оставьте меня, Василий Васильевич!» это было имя отчества Лужского, небезызвестного артиста художественного театра. «Теперь мне все ясно», сказал Качалов с завидной серьезностью, «теперь мне совершенно ясно, кто тебя, Нина, еще стукает по этому месту». Всем стало веселее, очень весело. «Стоит ли пояснять, что на всем белом свете никто, кроме Василия Ивановича, не стукал ее по этому месту?» «Господи!» отозвалась со скрипотцой Нина Николаевна, «от вас, Василий Иванович, не мудрено и с ума сойти». А не мудрено было сойти с ума только от Нины Николаевны с отреволнениями и переживаниями, как по большим жизненным вопросам, так и по самым ничтожнейшим пустякам. Перед заливным судаком в лимонах Пыжова неожиданно задала вопрос, как будто довольно глупый. «Вася, а как ты считаешь, сделал ты в своей жизни карьеру или нет?» Он, задумавшись на минутку, пожал плеча. «Как тебе сказать, Ольга, в Америку я ехал во втором классе». «Понятно», кивнула Пыжова. «И Качалову, значит, жизнь не удалась?» «Подожди, подожди, не выкручивайся, Васенька». «У Гамлета я все-таки сыграл с грехом пополам». Нина Николаевна презрительно прыснула мелкими смешками и проскрепела. «Готово, уже заразился». «Чем это?» «Да, сама критика им большевистская». «Что ж, эта болезнь полезная, очень полезная. Побольше бы у большевиков таких болезней было». А перед поросенком с гречневой кашей он спросит, «Хотите, я вам почитаю стихи?» У кого из нас после получасового знакомства повернулся бы язык попросить его об этом? Тем более, что на его лице едва лежала пудра на тонком слое душистого вазелина, которым он только что снял грим сегодняшней роли. «Конечно, хотим, Василий Иванович. Мечтали об этом. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Василий Иванович, пожалуйста». Он стал читать. «Сначала Есенина, потом Блока, потом Верхарна, потом Пушкина, а уже на рассвете Байрона из Чайльд, Гарольда и Гёта из Фауст. Сам Василий Иванович необычайно был похож на Гёты, только волосы покороче, да живот поменьше. Качалов это псевдоним, настоящая фамилия Василия Ивановича Шверубович. Когда художественный театр гастролировал в Америке, нью-йоркские евреи, прослышав про это, взбудоражились. Здесь, тут, там стало раздаваться «Вы знаете, мистер Абрамсон, что я вам скажу? Великий Качалов тоже из наших или ой, мистер Шапира, вы что думаете? Вы думаете, что знаменитый Качалов Гой Дуля с Маком? Он Шверубович, даст Шверубович. Боже мой! Ой, боже мой! или как вы этого не знаете, мистер Коган? Вы не знаете, что этот гениальный артист Качалов экс-нотрис? Подождите, подождите, мистер Гуревич, ведь он же Василий Иванович. Ах, молодой человек, сразу видно, что у вас еще молочко на губах не высохло. Это же было при Николае Втором, чтобы ему в гробу крутиться. В то черное время, скажу вам, очень многие перевертывались. Да, представьте себе, перевертывались из Соломона Абрамовича в Василия Ивановича. Так было немножечко полегче жить, в особенности артисту. И пошло, и пошло. Через несколько дней некто скептический мистер Лившиц захотел с абсолютной точностью в этом удостовериться. Он сказал мистеру Соловейчику, попробуем позвонить по телефону его супруги. Оказывается, и в Нью-Йорке не всегда хорошо работают телефоны. Простите, пожалуйста, значит, что со мной разговаривает супруга Василия Ивановича. Отец Василия Ивановича был духовного звания, сухо отозвалась Нина Николаевна. В телефоне хрипло, сипело. Что? Духовного звания? Равин? Он был Равин? Нет, ответила Нина Николаевна голосом, дребезжащим от удивлений и взволнованности. Он был протоиерей. Как? Кем? Он был протоиереем, повторила Нина Николаевна еще более нервно. Ах, просто евреем, обрадовался мистер Лившиц. А Нина Николаевна холодный пот высыпил на лбу. Я мистер Лившиц сказала. Телефон еще две-три секунды похрипел, посипел и перестал работать. А через неделю нью-йоркские абрамсоны, шапира, коганы, соловейчики и лившицы устроили грандиозный банкет гениальному артисту Качалову, сыну самого простого еврея, вероятно, из Житомира. Василий Иванович с необычайной сердечности рассказывал об этом пиршестве с фаршированными щуками, цимисом и пересоховкой, где были исключительно все свои. Очень было приятно, весело, душевно, сердечно, очень, очень. Вслед за этим и Пыжова выдала свой рассказик. Она ездила за границу с художественным театром. Вот он. На сцене репетировал Леонидов. Мачалов с отроческим преклонением пробурчал Константин Сергеевич. Он сидел в пустынном зрительном зале, но не за режиссерским столиком с потушенной лампой, а в шестом или седьмом ряду портера. «Что вы сказали?» переспросила Литовцева, обосновавшаяся по левую руку от него со своими тетрадями, карандашами, вечным пером, лорнетом, биноклем и футлярами всякого рода. «Вы что-то сказали, Константин Сергеевич?» Он внимал Леонидову, чуть приоткрыв рот и светясь прищуренными глазами. Мочалов. Что? Мочалов, повторил Станиславский. Он был похож на восторженно счастливого девятиклассника с галерки, который сам собирался в ближайшее время стать гениальным артистом. В перерыве Литовцева Прихрамовая подбежала к Леонидову. «Вы сегодня очень хорошо репетировали», — сообщила она, дергая правым плечиком. Константин Сергеевич все время говорил «Мочалов, Мочалов». Поцапывающий Леонидов посмотрел на нее взглядом интеллигентного быка и не без едкости произнес с гнусавинкой. «Мочалов, Мочалов, а играет-то у нас все Кочалов». Впрочем, и сам Станиславский любил посетовать. В художественном театре Кочалов все мои роли играет. Из-за него карьера моя тут погибла. Когда я зашел к Кочаловым среди дня, был май, прелестный май, всю недлинную дорогу от Богословского до Брюсовского, Кочаловы переехали на новую квартиру. У меня вертелось в мозгу и на языке. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце». Строчка принадлежала одному из самых знаменитых и самых глупых поэтов начала века. Таким он мне уже представлялся и в отреческие годы. Оказывается, в этом мнении я не расходился с Буниным. У Бальмонта в голове, сетвал он, вместо мозгов хоризонтемы распустились. Очень обидно и оскорбительно, что даже дураки пишут хорошие строчки, строфы, а изредка и целые стишки. Мои дорогие коллеги-стихотворцы, вероятно, сродни птичкам-певуньям. На входной двери в московской квартире знаменитого автора, явившегося в мир, чтобы видеть солнце, сияла, как у зубного врача, медная дощечка. На ней крупными буквами было выгравировано «Поэт Константин Бальмонт». А вот Маяковский в военкомате на вопрос писали «Кто вы будете по профессии?» и замявшись, ответил «Художник». Выговорить поэт ему, очевидно, не позволил пристойный вкус. Какая же эта профессия поэт? Дверь мне открыла литовцев. Не вовремя, Толя, не вовремя. Да ну! Ты, значит, Ниночка, как вовица суетишься. Что? А Вася дома нет? Дома он, дома. Работает? Прихорашивается твой Вася. Второй час прихорашивается. Иди уж туда к нему, иди. У Качалова в кабинете было много книг, картин, рисунка и фотографических карточек, преимущественно людей бессмертных. Все карточки, само собой, были с надписями. Разумеется, очень нежными. Кто же к Василию Ивановичу относился без нежности? Пахло мыльным кремом, пудрой и крепкими мужскими духами. Привет, поэту! Привет, артисту! Садись, Анатоль, сижу. Перед большим стенным зеркалом в строгой паузской раме Качалов серьезно и сосредоточенно завязывал красно-черный клетчатый галстук. Скажи ты мне, всероссийский дэнди, озабоченно спросил он. Галстук гнусный, а? Да нет, почему ж? Тем не менее, Василий Иванович сорвал его и сердито бросил на диван. Это уж был не первый сорванный и сердито брошенный. Протерев тройным одеколоном вспотевшую шею, Качалов снял со спинки кресла другой галстук, черный, с неширокой белой полосой наискозь. А что скажешь об этом? Отличный, ответил я с полной искренностью. Качалов умел, одним движением завязал его и тут же рассверепел. Черт! Да что это же за галстук, как какая-то... Это какая-то панихида во храме Василия Блаженного. И крикнул во всю мощь своего качаловского голоса. Нина! Запыхавшись, прихрамывая в кабинет, бежала Литовцева. Господи, что же это такое? Орешь, как маленький, благим матом, чтобы голос себе сорвать. А вечером тебе, Василий Иванович, спектакль играть. Надо же, наконец, относиться с ответственностью к своим обязанностям. Помилуй, Нина, да когда же я... Хватит оправдываться, хватит. Ты одно и умеешь делать, что оправдываться. Ну, чего тебе? Чего? А где, Нина, мой тот темно-синий, парижский, с пламенем? Где, где? Перед носом твоим, вот где. Темно-синий с пламенем висел на самом видном месте. Посреди спинки кресла, являющегося как бы вешалкой для галстуков, изящных французских, строгих английских и кричащих американских. Ну, прости, дорогая, это я от волнения. И ступай, и ступай, не суетись, друг мой, не мешайся. Литовцева, лишившись дара речи, только руками всплеснула на пороги. Проводил я взглядом, я полюбопытствовал. Ты, Вася, куда собрался-то? Мда, на свидание. Я так и сообразил. Он продолжил многозначительным шепотом. К Константину Сергеевичу. Что? Меня, видишь ли, сегодня Станиславский вызывает к двум четвертью. И, стряхнув щелчком невидимые пылинки черного пиджака, он торжественно облегся в него. Ха-ха, вот так свидание. Си у нас по-другому называется, сказал я разочарованно. Это значит, ты для него и галстук менял, и в черную тройку вырядился? Подумаешь. Василий Иванович взглянул на меня с нескрываемым испугом. Для иммажениста двадцатых годов не существовало богов ни на небе, ни на земле. Проводишь? Или, может, с Ниной останешься? Проговорил он просительно и с надеждой в голос. Она тебе черным кофе угостит. С бенедиктинчиком? Провожу. Глаза его стали скорбными. На прощание литовца перекрестила супруга. Господь с тобой. Я с постной физиономии тоже подставил лоб. Ниночка, а меня? Тебя? Но я уже отскочил, перепугавшись, что получу под черепу серебряным набалдашником. Давай, Нина, давай палку. Господи. А больше ничего не забыл? Литовцева благоговейно вручила палку с набалдашником своему артисту, которого не без основания считала величайшим артистом нашего столетия. Он был торжественен, как дореволюционная девочка, отправляющаяся впервые на исповедь. Поэт, бери свою шляпу. Взял, надел, шествуй. Нет, Вася, это уж ты шествуй. А я зашагаю. Шагай, шагай. Ну, Христос с тобой, Василий Иванович, сказала. Нина Николаевна уже не тоном МХАТа, а тоном Малого театра. В высоком молчании мы чинно двинулись по Брюсовскому. Так обычно не идут, а двигают в первом ряду за гробом. Очень уважаемого покойника. Словом, у меня было совершенно достаточно времени, чтобы подумать о Станиславском. А может быть, он и в самом деле Бог. Ведь Василий Иванович с ним порепетировал и поиграл на сцене без малого полвека. И вот под старость, сам будучи Качаловым, перед свиданием меняет галстук за галстуком, наряжается в черную тройку и разговаривает многозначительным шепотом. Да, выходит, что Бог. Ну, конечно, Бог. Разве когда-нибудь наш Василий Николаевич направился бы на свидание к смертному человеку атаким загробным шагом? Бог, Бог, только ведь ему одному, ему, Богу, и дозволено быть смешным, быть наивным, быть чудаком и не потерять своего божественного величия. Когда-то в художественный театр пришел Рыков. Он тогда являлся председателем Совета народных комиссаров. Разделся, как было заведено, в комнатке позади правительственной ложи. Просмотрев без скуки скучные спектакли, предсовнаркома похлопал, сколько положено, в ладоши. Поблагодарил исполнителей и стал одеваться. Глядь, а галош-то и нет. Сперли галоши. В уборных, плотно перекрыв двери, хохотали актеры. Администраторы растерянно бегали туда и сюда. А Станиславский сжал ладонями свою голову земного Бога, переживал комическое происшествие, как великую трагедию. Он повторял и повторял, какой позор, какой позор. В художественном театре у председателя почти всей России галоши украли. Очень похоже на анекдот, но это непридуманная правда. А вот и вторая непридуманная правда. Стояли крепкие рождественские морозы. На московских бульварах все деревья спят до макушки, обросли лебяжьим пушком. Все извозчичьи лошади, заиндевев, стали белыми. Станиславский приехал в художественный театр на бородатом ваньке. Бог был повязан сверх меховой шапки оренбургским платком с углами, выпущенными на спину поповской шубы. Сейчас вышлю полтинничек, промычал седок, не раскрывая рта. Еще простудишься, охрипнешь перед спектаклем. Никто на свете так не боится заболеть, как актер. Особенно перед гениальными репетициями, перед премьерой. Войдя в храм своего святого искусства, Бог сразу забыл производщика. Тот ждал полтинничка, ждал и, не дождавшись, побежал в театр. Эй, братцы, кинулся он капельдинером, я к вам бабу привез, а она мне денег не заплатила. Сбегла, каянная. Какую еще бабу? Что мелишь? Да здоровенную такую, на целую башку меня повыше. В сером стало пуховом платке. Тут только и догадались капельдинеры, какая баба от извозчика сбегла. Еще не анекдот о нем. Новый год мы встречали в литературно-художественном кружке с Алисой Коной, да Таировым, а Качалову встречали в художественном театре. Часа в два, друзья мои, приезжайте в Амхат, сказал Василий Иванович. Бутылочка шампанского будет вас поджидать у меня в уборной. Есть. Явимся. Ровно в два часа мы всей компанией были в художественном. Артисты уже встали из-за новогодних столов. Фойе играл струнный оркестр. Конэн была в белом вечернем платье, сшитом в Париже. Портной с Елисейских полей великолепно раздел ее. Возле фойе во фраке в белом жилете стоял бог. Он блаженно улыбался, щурился и сиял. Сияние исходило и от зеркальной лысины, и от волос цвета январского снега, и от глаз, ласково смотревших через старомодный пенсне на черной ленте. Играя бедрами, к нему подошла Коунен. С Новым годом, Константин Сергеевич! Воистину воскресе, ответил бог, спутавший новогоднюю ночь с пасхальной. Коунен скинула на него очень длинные загнутые ресницы из чужих волос. Они были приклеены к векам. «Пойдемте, Константин Сергеевич!» И взяла его под руку. «А зачем же это?» — спросил бог, не зная, что делать со своими глазами, чистыми, как у грудного младенца. Их ослепили обнаженные плечи, руки и спина знаменитой актрисы камерного театра. «Пойдемте, Константин Сергеевич, танцевать танго!» — страстно и умоляюще выдохнул из себя Коунен. Бог вытер ледяной светлой каплей, величиной с горошину, выступившей в мудрых морщинах громадного лба, и ответил утробным голосом «Я простужен!» И даже не очень искусно покашлял на сцене, у него это выходило несравненно правдивей. Бог хотел быть учтивым с красивой чужой актрисой, которую знал почти девочкой, скромной, замоскворецкой. Она начинала у него в художественном театре. Теперь Алиса Коунен считала себя актрисой трагической и сексуальной. Но именно органического секса, как говорят в театре, у нее никогда и не было. Поэтому на сцене Коунен приходилось так много хлопотать глазами, руками и животом. Станиславский уверял. Алиса характерная актриса, замечательная характерная актриса. А лучше всего она делает дур. К сожалению, в ролях дур мы ее никогда не видели. У Качалова в свое время был мимолетный роман с Коунен. Дома встал мучительный вопрос о разводе. В это время Нина Николаевна серьезно заболела. Болезнь дала осложнение, безнадежную хромоту. «Теперь уж я никогда не разойдусь с Ниной», — сказал Василий Иванович. И, конечно, умер ее мужем. Новый год в художественном театре встречали не только так называемые люди искусства, но и весьма ответственные товарищи из партийного аппарата «Инеркомпрос». Борис Ливанов, изрядно выпив, орал в коридорах. «Чтобы этим большевикам ни дна, ни покрышки конфисковали мое родное имение в тысяча двести десятин, а теперь вот я нищенствую в коричневом пиджатишке Новый год встречаю. «Приличного смокинга справить себе не могу, сукины дети!» Ответственные товарищи зло на него косились. Наиболее обидчивые даже вызвали из гаражей свои машины. У мхатовцев замирали сердца, и дух захватывало. «Борис, Борис, отойди, отстань!» Грохотал Ливанов на приятелей, хватавших его за полу коричневого пиджатишки. «Я свободный артист, у меня что в уме, то и на языке!» Приятели отскакивали от него, как теннисные мечи от ракетки. Литовцева истерически дергала острыми плечиками. «Кошмар! Из-за этого дурака театр закроют!» А папаша Бориса Ливанова был небольшим актером небольшой провинции. Богатых помещиков он и на сцене-то никогда не играл. «Борис являлся своим человеком и у нас в доме, и у Качаловых. Про самого себя он сообщал не без юмора. Я дурак, но из вашего общества». Это, разумеется, была клевета на себя ради острого словца. Но дураком он все-таки бывал, а хвостуном частенько. Особенно хвативший, как говорят, актеры. У Ливанова было всего много. Лица, глаз, голоса, тело, рук, ног. Ходил он в красавцах. У Станиславского числился чуть ли не первым кандидатом в великие артисты. Режиссер Пудовкин собирался с ним ставить и Ромео, и Джульетту. «Борис у меня появится из-за кулис», — фантазировал Пудовкин, держа за ножку целого жареного гуся. Время монолога он этого гуся съест. Ромео — человек возрождения, человек неуемных страстей. А для неуемных страстей требуется соответствующая пища. «Борис, как полагаю, гусем не поперхнется». «Пожалуй». У Ливанова имелась своя жизненная философия, стратегия и тактика. «В гостях Толя», — поучал он. «Боже, тебя упаси садиться под винегрет!» «Так на нем и погибнешь. Всегда садись, дружи, под зернистую икорку или балычок. Младость, младость, вне завидный аппетит». Донжуанская тактика брать на душу или на хамство — это тоже его ливановская. Гениальная тактика. Без поражений. И даже не только донжуанская. В жизни бывает, надо покорять и обаять не одних женщин, а, к сожалению, начальство, которого у нас много, может быть, даже чересчур много. И оно, как замечено, шибко клюет на душу или на хамство. Больше всего на свете Ливанов любил разговор о себе. Кто-то за столом спросил. «Что это, Боря, ты сегодня такой скучный и мрачный? А с чего ему веселиться?» — дернула плечиком Нина Николаевна. Ему уж неинтересно. Говорят об искусстве, а не о нем. Вот случай памятной и отмеченной в летописи художественного театра. В одиннадцать часов и три минуты в репетиционной комнате, называвшей почему-то «Ко», возле длинного стола, покрытого спокойным зеленото-серым сукном, только один стул еще не был занят. Станиславский вторично вынул из жилетного кармана большие золотые часы с крышкой и засек время, как сказали бы мы теперь. В репетиционной комнате, похожей на белую больничную палату, стало очень тихо. Единственный свободный стул должен был занять Ливанов. «Очевидно, нам придется подождать Бориса Николаевича», глухо сказал Бог, щуря глаза. Он щурил их по-доброму и по-сердитому. Сейчас ощурил по-сердитому. Все молчали. А Нина Николаевна, сидящая по правую руку от Бога, одесную, как говорили в Мхате, нервно задергала плечиками. Почти все собравшиеся для застольной репетиции уже имели свое собственное место на полочке истории русского театра. Они хорошо знали это, всегда это помнили и, соответственно, держались как в жизни, так и в театре. Улыбался один Качалов. У него было чувство юмора больше, чем у других. Да и к полочке относился свысока. Через длинных-предлинных пять минут Бог в третий раз взглянул на свои золотые часы. Все минуты, часы и дни совершенно одинаковы, только в глупой школьной арифметике. А жизни, как мы знаем, это самая высшая математика. В ней все относительно, и любовь, и дружба, и доброта, и верность, и пространство, и время. Поэтому я и сказал, через длинных-предлинных пять минут. Очевидно, нам придется еще подождать Бориса Николаевича, сказал Бог таким тоном, каким он разговаривал в трагедии Шекспира Юлий Цезарь. Константин Сергеевич положил перед собой свои золотые часы, не защелкнул крышку с красивой монограммой. Стало еще тише. Только карманы и часы тикали громко, как башенные. Ливанов бежал в репетиционную через двадцать две минуты. У него вспотели брови, и галстук съехал налево. Все, кроме Качалова, сидели с окаменевшими лицами. «Простите, Константин Сергеевич», сказал Ливанов грудным плачущим голосом, «Простите меня». Бог, сощурясь, взглянул на циферблат с черными стрелками. «Борис Николаевич, вы изволили опоздать на тридцать минут. Простите, пожалуйста, Константин Сергеевич, как это могло случиться?» «Я проспал». Тем же могучим плачущим голосом ответил Ливанов. «Что?» Неприкрытая наглая откровенность сразила Бога. Литовцева метнула гневный взгляд на Василия Ивановича, потому что он прикусил верхнюю губу, чтобы не прыснуть смехом в такую трагическую минуту. И, о, кошмар! Он еще подмигнул Ливанову. Растерявшийся Бог повторил, «Что-с? Проспали? Репетицию?» Других слов в него не было. Разнородные чувства переполняли голову и сердце. Поцарилась пауза, которая и для художественного театра являлась необычной. «Упростите меня, пожалуйста, Константин Сергеевич, вам, Борис Николаевич, надлежит просить прощения вот у Нины Николаевны, у Василия Ивановича, у Ивана Михайловича, у всех, да, которых вы заставили ждать, да, с ровно тридцать минут. У меня часы Мозер. Вперед не убегают. Извольте спросить прощения. Извольте-с. По очереди». Бог широким жестом отвел всю окаменевшую полочку истории русского театра. «Простите меня, пожалуйста, Нина Николаевна», начал Ливанов все тем же плачущим басом. «Простите меня, пожалуйста, Василий Иванович», сверкнув через пенсне смеющимися глазами, Качалов с театральной величественностью кивнул головой. «Бог простит». «Бог простит». И плечики Нины Николаевны иронически подражали. Ливанов продолжал. «Простите меня, пожалуйста, Иван Михайлович. Простите меня, пожалуйста, Алла Константиновна». И так далее, и так далее. «Ну-с, а теперь, Борис Николаевич, прошу занять свое место». «Хм. Но сначала поправьте галстук». «Простите, Константин Сергеевич». И Ливанов торопливо засунул галстук за жилетку. «Бог спрятал часы в жилетный карман, вытер большим полотняным платком лысину и взволнованно начал репетиться. Она шла без перерыва три часа. Выходя через маленькую одностворчатую дверь из репетиционной, Станиславский в полном отчаянии сказал Качалову. «Какой ужас!» Он сегодня великолепно репетировал. «Великолепно!» После этого... Да, художественный театр кончился. Василий Иванович поднял глаза на Бога с некоторым удивлением. Она была вызвана неожиданностью в сочетании этих фраз, столь противоположных. «Какой ужас!» Великолепно репетировал художественный театр кончился. «Если он мог великолепно репетировать, значит, с него как с гуся вода. Может, и остальные наши молодые артисты гуси, а?» И Станиславский повторил. «Гуси, а?» Тогда художественный театр кончился. После этого Качалова, вращаясь к Ливану, частенько говорил, «Ну, гусь!» Продолжаю. Не анекдоты о Боге. От смеха у Дункан прозовели ее маленькие уши. Мне стало завидно. Искреннему легкому смеху всегда завидуешь. «В чем дело, из Эдора?» нетерпеливо спросил я. Она смеялась на свои мысли. «Ты исполнила что-то очень веселое?» «Да». «Рассказывай». Дункан закинула переплетенные кисти рук на мягкую шею. Жест обещал что-то лирическое. «Рассказывай, из Эдора, ну?» «Ну?» Она полузакрыла веки. «Я уже перенял уникритиной ее нетерпеливое «ну». Так это всегда бывает в тесной жизни. Сначала принимает друг у друга словечки, фразы и жесты. А под конец жизни муж и жена делаются до смешного, похожего один на другого. «Это было ранней весной», начала она в тоне классического рассказчика. «Точнее, на пороге ранней весны, когда на всех улицах Парижа продают фиалки. Их бывает так много, что кажется, будто Париж как модистка надушился дешевенькой пармской фиалкой. Эти духи пахнут молодостью и счастьем. Ведь у счастья, так же, как и у горя, есть свой запах. Не правда ли? «Ты поэт Изидора». «Конечно, как всякая актриса, если она в актрисе определена небом». «Ну, допустим, что небо этим занимается». «Так вот, весна, фиалки, какая-то русская парочка, прогуливающаяся у меня под окнами на Рио-де-Ля-Паум. Не знаю, почему, не знаю, но мне вдруг безумно захотелось пообедать с Богом». «Донкан иначе не называла Станиславского». «Ты Изидора и в него была влюблена?» «О, конечно, но по-другому. Я в жизни и потому так много и влюблялась, что это всегда было по-другому, каждый раз по-другому. Значит, совсем как у нас, у мужчин. Да что вы! Мы только потому и изменяем, что всегда надеемся на новенькое. Безобразие новенькое. У вас это не серьезно, а у нас, у женщин, тем хуже. Если у вас каждый раз серьезно, значит, вам нельзя прощать». «Любовь — это как искусство. Она должна быть всегда очень большая и очень серьезная». Вместо «всегда» я бы предложил слово «иногда». «Помолчи, я хочу рассказать про Бога». «Рассказывай, рассказывай». И вот в прелестный весенний день я прочла в «Юмоните, что он Париж». Мы с Анатолием Францем были читателями этой газеты с сумасшедшинкой. Так говорил мэтр. Айсидора приподняла веки, скосив глаз, лукаво взглянула на меня. «Победать с ним наедине вдвоем с самым красивым Богом из тех, которых я знала, но не самым молодым, Изадора. Для нас, женщин, возраст не главный в любви. Будто. Мы ведь Анатолием в этом не так примитивны, как и вы, мужчины. Допустим. Айсенина Айсидора называла ангелом и в этом хотела убедить как можно большее число людей. Поэтому на стенах, столах и зеркалах она весьма усердно писала губной помадой «Есенин ангель». «Есенин ангель!» «Есенин ангель!» «И вот», — продолжала Дункан, «я позвонила Богу по телефону. О, как я была счастлива! Он милостиво согласился приехать в ресторан. Ну-ну, я попросила сервировать нам столик не в общей зале. Само собой. Боги не опаздывают к обеду. Ровно в семь он уже заложил уголок салфетки за свой крахмальный воротничок. У нее от смеха опять порозовели уши. «Сам понимаешь, мой друг, что после второго бокала шампанского я уже не могла усидеть на своем стуле. Ясно!» Я подошла к Станиславскому и взяла в ладони его голову. «Ясно!» Тогда пенсне упала с его носа, и он зажмурил глаза. «Вероятно, от страха. А ты, конечно, этим воспользовалась и поцеловала его в губы». «Нет!» вздохнула Изодора. В губы не удалось. Он их слишком крепко сжал. «Он же Бог!» Я хотел огорчиться, но не успел. «Неужели Бог разжал губы?» «Да!» «Но только для того, чтобы взволнованно спросить меня, Изодора, а что мы будем делать с нашими детьми?» Об этой очаровательной встрече Дункан как будто где-то написала, но я рассказал с ее слов. «Ты это не выдумала, Изодора?» «Так и спросил, что мы будем делать с нашими детьми?» Слово в слово. Я стал хохотать. «Вот, вот то же самое случилось и со мной. Огромное несчастье!» Я стал смеяться, ужасно смеяться. Так смеяться, что слезы падали с моих глаз в салат латю. Это, наверное, непростительно. Но я же не сошлась с неба. Я просто человек. Даже хуже. Я женщина. «Лучшая из женщин?» «Ты скажи это Есенину». «Обязательно». Она благодарно жала мне руку и заключила. Станиславский, разумеется, сказал то самое, что должен был сказать. Ведь Бог, как известно из Библии, относится ко всему очень-очень серьезно. «Это верно, даже к искусству, даже в наше время. А я тоже, я тоже?» Жаром воскликнула Изодора. «Даже к танцевальному искусству. Знаю, над которым ты посмеиваешься. Над твоим Изодору никогда». Она приехала в Советскую Россию только потому, что ей был обещан храм Христа Спасителя. Обычные театральные помещения больше не вдохновляли Дункан. Дух великой босоножки парил очень высоко. Она хотела вдыхать не пыль кулис, а сладчайший фимиам и обращать взор не к театральному потолку, а к куполу, напоминающему небеса, присыщенной зрителям, к слову, ставшим на Западе менее восторженным, ведь актрис любит до первых морщинок. Она жаждала прихожан. Огромный, но неуплюжий храм Христа у Пречистинских ворот ей где-то за границей лично преподнес на словах «Наш очаровательный народный комиссар просвещения». Право, эпитет очаровательный довольно точен по отношению к Анатолию Васильевичу Луначарскому, ведь он не только управлял крупнейшим революционным департаментом, но и писал стихи, пьесы, трактаты по эстетике, говорил как демосфен и предсказывал будущее преимущественно хорошеньким женщинам по линиям их нежных ладоней. Да и с Господом Богом, с настоящим, с Саваофом. У него, как известно, в недалеком прошлом был флиртик. Соглазненный храмом Христа Спасителя Айсидора Дункан не то что приехала к нам, а на крыльях, как говорится, прилетела. И очень рассердилась. Очаровательный нарком надул ее, вероятно, потому что слишком смело, без согласования с политбюро, раздавал храмы босонушкам. Я потом весело сочувствовал Айсидоре. Ах, бедняжка, бедняжка, в Большом театре приходится тебе танцевать, какое несчастье! Но ей было не до смеха. Новость! Наш театр едет за границу. Моя некрасивая красавица сегодня не сбросила мне на руки шубку и даже позабыла снять боты. Таиров только что объявил это. Было общее собрание, все прыгали от радости, старики выше всех. Уварва тоже прыгала. Эта актриса играла комических старух. Понимаешь? Понимаю. Давай, Нюха, шубку. Театр едет во Францию, к Германию и, наверное, в Америку. Ух ты! В Париж! А, здорово! Словно, передугадав гастроли, мартышка четвертый месяц занималась с француженкой языком и уже читала со словариком французские романы. Париж-то, Люха! И ты ведь поедешь. Она сняла боты. А вот об этом еще надо подумать. Чего же тут думать? Как чего? Ах, да, ты про это. Вот и давай решать. Нет, Нюша, решать будешь ты. Почему только я? Рожать-то тебе, а не мне. Но иметь сына или не иметь, это касается нас обоих? Не так ли? Мы оба были уверены, что изготовляется мужчина. Или тебе это не очень касается? Я ответил каким-то междометием. Вот то ли и надо решать. Париж или сын? Думай, Нюша, хорошенько думай и решай. А я уже давно решила. Конечно, сын. Я поцеловал ее в губы и сказал, ты у меня, мартышка, настоящий человек. Совсем настоящий. Хотя носа у тебя действительно маловато. Впрочем, я с первого взгляда не сомневался, что ты настоящий. Дурень, это ведь только влюбляется с первого взгляда. Нет, шалишь. Все самое большое и хорошее делается с первого взгляда. И влюбляется с первого, и не сомневается с первого, и предлагает руку с сердцем с первого. Все, все. О, между прочим, ты мне их еще не предлагал. Неужели забыл? Ага. Ты ведь такой рассеянный. А ночью в кровати при потушенной электрической лампочке я ей сказал, знаешь, Нюха, знаю, знаю, спи. Она, конечно, сразу поняла, что я собрался утешать ее. Но подожди засыпать, Нюха. Ой, простонала она. Ну, понимаешь, есть наши русские повадки, которых я терпеть не могу. По матушке посылать? Я горячо возразил, нет, это очень милая, я о других говорю. Ну, скажем, давай честное слово и не выполнять его. Спи, длинный, завтра дашь слово. Нет, я сегодня хочу дать, сейчас. Вот беда. Пойми, учитель, у меня утром ответственная репетиция. Она готовила роль Коломбиды в короле Орликинь. Сплю. И повернулась на левый бок. Стой. Ну, стой, это чертовски важно. Но ей Богу успеется, мы ведь будем с тобой разговаривать об очень важном каждую ночь еще лет пятьдесят подряд. Само собой, воскликнул я, нисколько в этом не сомневаясь. И, очевидно, не ошибся. Тридцать восемь лет мы уже проразговаривали. Так вот, Нюха, даю тебе слово, что когда нашему парню стукнет год, пусть он еще сначала родится, за этим дело не станет. Так вот, когда ему стукнет год, мы со спокойной совестью оставим его на бабушку, а сами в Париж. Что? Везу тебя в Париж. Ей сразу спать расхотелось. Ну да, везешь. Честная им уже низкая. Тогда Некретина немедля зажгла лампочку. А встречать нас с тобой будет на Парижском перроне? Анатоль Франц, ехидно вставила она. Нет, бери выше, Есенин. Есенин с Дункан. Ведь они к тому времени еще не разведутся. Пожалуй. После этого мы проболтали до раннего утра, и она побежала на репетиции взволнованная, счастливая. Кланися, Орликину. Слушаюсь. Его с блеском играл Николай Церетель. Обязательно поклонись, не забудь. А то ведь у нас передают поклоны только очень хорошие воспитанные люди. С гувернантами воспитанные. «Значит, я обязательно забуду». И убежала. «Боты, боты, надень боты!» А поклониться своему партнеру она, конечно, забыла. Воспитывалась-то без гувернанток. Где-то с девяти лет зарабатывала на жизнь, давая уроки восьмилетним буржуйчикам. «Ох, и строгая я была с гордостью вспоминала бывший педагог. Но репетитор отличный. Девчонок чуть что за косы драла, а мальчишек кормила подзатыльниками. Помогала? Очень. Они такие успехи делали? Родители даже удивлялись. Вот, мол, сама от горшка два вершка, а детей прекрасно воспитывает. А ночью после Уальдовской Соломей Некритина играла Пажа. Посмотри на Луну странный вид у Луны. Она как женщина встающая из могилы. Она похожа на мертвую женщину. Так вот, после недлинного спектакля, как только мы потушили над кровать электрическую лампочку, я сказал. Знаешь, Нюха, мне хочется дать тебе второе слово. На этот раз она оказалась даже нетерпеливой. Иможенистская. Любя наши стихи с успехом, читая их на концертах и зная нашу горячую веру в поэтический образ, Некритина принимала честное иможенистское по меньшей мере как дореволюционную клятву перед распятием. Давай, давай, я честному иможенистскому верю. Уж такая была верующая эпоха. Политические вожди верили в мировую революцию, поэты в свои молодые стихи, художники в свои бунтующие кисти, режиссеры в свои спектакли с потухшей рампой прожекторами, вспыхнувшими под потолком. В эту эпоху даже в Бога не верили с дерзкой верой в свое безбожие. Ну, это была самая ходовая некритинская словечка. Всегда и во всем торопясь она и других неизменно поторопливала. Ну, камерный театр надолго ли уезжает? Примерно на год. К его возвращению у меня будет написана пьеса. Хох, очень она нужна Таирову. Ты что, Уайльд, Клодель, Скрип? Для того, чтобы Таиров принял пьесу, тебе надо сначала стать англичанином или французом. Потом, чтобы тебя перевели на язык родных осин. Потом третьего дня перебил я. Мы встретились с Александром Яковлевичем на Тверском бульваре. Он взял меня под ручку, усадил на скамейку и добрый час уговаривал написать пьесу для Алисы. Подожди, о Коэнон не было сказано ни одного слова. Ах, ты мой длинный простофиль. Подожди, Нюшка, так вот я напишу пьесу, это будет подарок тебе за сына, пьесу с чудной ролью для тебя. Милой и любимой взмолилась она, умоляю, не пиши с чудной ролью, ни в коем случае, только не с чудной. Я сразу понял ее опасения. Да не сможет Коэнон играть твою роль. сможет, сможет, нет, обязательно сможет, если роль будет чудная. Да я, Нюха, кое-что соображаю. Действующие лица будут говорить о тебе, у нее очень мало носа, будут говорить тоненькая, как соломинка, легкая, как перышко, с головкой, как черный шарик. Я тебя сделаю шестнадцатилетней негритоской. Все равно Алиса возьмет роль. Возьмет, возьмет, если она будет чудная, повторяла Некритина сквозь слез. Слушай меня, по пьесе все станут называть тебя мартышкой, учти это. Мартышкой? Глаза у моей актрисы мгновенно высохли и засияли. Это гениально. Мартышку Конан не захочет играть, ни за что не захочет. Она же играет только красавец. Само собой. Ой, какой ты у меня талантливый, какой умный. И мартышка стала целовать меня в нос, в рот, в уши, в глаза. А когда ты начнешь писать пьесу? Садись сегодня же. Я уже начал. В голове начал. Это ведь самое главное. А как будут звать эту черномазую? Меня. Меня. Зера. Зера? Ладно. Начну слегка привыкать и вживаться в нее, в эту черномазую зеру. По Станиславскому. Я сказал с упреком вживаться? Вживаться по Станиславскому? Вот так актриса камерного театра. Ты длинный не рассказывай об этом Таирову. Он и так возмущен моей историей. Я ведь и рассказала Алисе. Она, конечно, передала Таирову. И он уже предвидит твой живот? Вероятно. Это неэстетично. Живот. Да, неэстетично. Александр Яковлевич действительно говорил, складывая по наполеоновски руки на груди. Театр едет на гастроли в столице мира, а выражать вздумали, что это за отношение к театру. Актриса вы или не актриса? А Изодора Дункан при каждой встрече нежно гладила Некретину по спине. Я буду обожать твою малютку. Я буду ей бабушка. А Таиров ругает мартышку, пожаловался я. У него очень маленькое сердце, сказала Изодора. Но зато какие мизансцены, сказал я. Один ребенок Некретиной больше, чем весь театр Таирова, проронила она. Скажи это Таирову Изодора. Хорошо. И она действительно сказала при первой же встрече, а тогда еще и горячо от сердца посоветовала. Рожай, пожалуйста, Нюша, много-много, рожай, пожалуйста, каждый год. Я не улыбнулся на этот совет, так как глаза у нее наполнились слезами, и я понял, что в эту минуту она вспомнила своих детей, погибших в Париже при автомобильной катастрофе. Хорошо, хорошо, Нюша, ты будешь. Она прелестно говорила это хорошо и была божественна, когда глаза у нее наполнялись слезами. Весной камерный театр уехал. Некретина стала тихой, тихой. Такая уж человеческая порода эти актрисы. Кончаются репетиции, прекращаются спектакли, вносятся домой ящички с гримом, тухнут фонари перед входом театр, и они, эти актрисы, делаются задумчивыми и грустными, как охотничьи собаки без охоты. Лежат целыми днями на своих подстилках и жалобно поскуливают. Пора и нам не уж о своем лете подумать, сказал я. Уже об лете? Куда бы махнуть нам? Подумаем. А подумать было, о чем хотелось найти синее небо, теплое море и песчаный берег поближе к родильному дому. Мечталось даже по соседству с ним. Подайтесь-ка, друзья мои, в Одессу маму, посоветовал Вадим Шершневич. Одесситки любят рожать с комфортом. Это неплохо откликнулось Некритина за свои подстилки, как я называл нашу неперсидскую тахту. Одесситки прелестны и умны как черти, сказал Шершневич. Я вижу, Дима, у вас большой опыт, поэтому надо знать жизнь мартышка. Я спросил озабоченно, в Одессу? А у тебя, Нюха, в Одессе имеется хоть какая-нибудь подружка? Нет. А зато у меня найдется. И не одна, успокоил Шершневич. Они будут теми же и для вас, ребят. Завидую тебе, Вадим, вздохнул я. В каком российском городе у тебя их только нет, этих подружек. А я, Анатоль, люблю путешествовать с остановками. Очень завидую, Дима. Ну, ну, я тебе сейчас так позавидую, любезный супруг. Это Янюша чисто теоретический. Ну, ладно уж. Шершневич сказал, к серьезному делу, друзья мои, надо относиться серьезно. И он, как перед выступлением в диспуте, погладил свой энергический подбородок. Сегодня же я отправляю письмо в Одессу. Кому, Дима? Розочки Полищук, Дерибасовская, 24, квартира, 3. Это прелестная молодая мать четырех детей. Всего-навсего пятой в проекте. Очаровательно. Поверьте, Мартышон, в Одессе вы родите, как королева Великобритании, с полным сервисом. Серьезно, честная и муженистская. Когда за Шершеневичем захлопнулась парадная дверь, я взял Некретину за кисти рук. Поднимайся, дружок, поднимайся. Первый час, надо вставать. Надо, а зачем? Зачем, собственно, мне это надо? Сказала она тем голосом, от которого у меня начинало щемить сердце. Зачем? В Виетоне появилось даже что-то мхатовское, что-то чеховское, что-то из трех сестер, напоминающее в Москву, в Москву. Я сказал, того, гляди, Нюша, мы с тобой уедем в Одессу, не желая, чтобы наш Кириллка был незаконным Мариингофом. Ах ты, про это? Она лениво покошачьи потянулась. Ну, поднимайся, поднимайся и пойдем в ЗАГС. Успеется длинный. А вот в этом я совершенно не уверен, поскольку мне известно, у Господа Бога эта бухгалтерия не слишком точна. Конечно, случаются и просчеты, согласилась моя отяжелевшая половинка. Я поднял ее с тахты. Надорвешься, милый. Встав на пол, она перевернула лист настольного календаря. 13 июня. Счастливое число. Пошли в ЗАГС. День был веселый, солнечный. ЗАГС расположился на Петровке. От нашего богословского переулка было рукой подать. Мы неторопливо дошагали неполный квартал, еще неторопливее взбирались на пятый этаж. Ух, явно было не предусмотрено, что попадаются и такие невесты, которым перед свадьбой надо передыхать на каждой площадке лестничного марша. ЗАГС. Прошу, мадам. И я шиком ресторанного швейцара распахнул обшарпанную дверь. Вошли. До 1917 года это помещение, несомненно, было доброй половиной порядочного коридора в буржуазной квартире. Фанерная перегородка, выкрашенная как железная крыша в зеленый цвет, пыталась превратить бывший коридор в служебный кабинет. За пишущей машинкой почему-то сидела не машинистка, а машинист, то есть мужчина с седой бородкой, клинышком и в пенсне на черной ленте, свисавший на старенький коричневый френч со следами от узких погон земгорского образца. Этот советский служащий сразу несколько удивил нас. Даже в дореволюционной Москве до НЭПовской эпохи пишущие машинисты попадались нечасто. «Добрый день, товарищи!» приветливо сказала Некритина. «Милости просим!» строго ответила женщина в белой крахмальной кофточке с длинным темным галстуком, завязанным тщательно. Она сидела за письменным столом под большим пожелтевшим портретом улыбающегося Анатолия Васильевича Лунычарского. Прорванная сукна письменного стола была обляпана фиолетовыми чернилами. «Спасибо, что хоть наш нарком улыбается в этом невеселом кабинете», подумал я. Женщина под его портретом поразила меня сходством с покойной тетей Ниной, этой семейной аристократкой, словно появившейся на белый свет готовой классной дамой женского благородного института. «Входите, граждане, мы ведь не кусаемся», очень строго пошутила почти тетя Нина, не отрывая прищуренный глаз от некретинского живота. «Спасибо». И некретина, взяв меня под руку, смело зашагала к письменному столу. У почти тети Нины были такие же серые волосы, собранные в жидкий пучок, как и у настоящей тети Нины. После военного коммунизма пучки на женских затылках изменились. Даже немолодые дамы покупают парикмахерских чужие косы и привязывают их к своим крысиным хвостикам или подкладывают старый шелковый чулок под собственные немногочисленные волосы. Тогда пучок становится пышным. Это умно. Это делает даже полустарух более или менее женственными. Товарищ Олегов сурово обратилась почти тетя Нина к пишущему машинисту. Будьте любезны, придвиньте кресло для уважаемой невесты. Не беспокойтесь, пожалуйста, запротестовала Некретина. Я постою. Что, постоите? В таком положении? Это было сказано сурово. Что делать? Как быть с неулыбающимися людьми? Мелькнуло у меня в голове. Это вероятно неизлечимо. Счастье с канцелярской частью они покончили довольно быстро. Потом нам пожали руки и пожелали счастливой супружеской жизни. «Спасибо, спасибо, будьте здоровы, до свидания, прощайте», сказали мы этим остатком эпохи военного коммунизма и, задыхаясь от смеха, покинули большевистский храм любви. «Ух, выйдя из подъезда на солнечную Петровку, я обратился к подруге своей жизни в тоне почти тети Нины. Поздравляю вас, Анна Борисовна, с законным браком». «И вас тоже, Анатолий Борисович», тем же тоном ответила она. И мы с наслаждением расхохотались. «Теперь, Анна Борисовна, надо спрыснуть нашу свадьбу». «А как же, Анатолий Борисович, шлепаем ресторан?» «Шлепаем, но...» Я запнулся. «А как же быть с Кириллкой, парень, пожалуй, накачается и поднимет в твоем пузе пьяный скандал?» «Обязательно, я его характер знаю». «В таком случае, Нюха, ты выпьешь только одну рюмочку шампанского, а ты только одну бутылку». «Гусар, Денис Давыдов», сказала она с доброй иронией. «И такая бывает». «Ну, где уж нам гусары?» И я рассказал супруге очаровательную легенду в Париже в каком-то кабаке Денис Давыдов услышал, как французы заказывают одну бутылку шампанского и шесть бокалов. «А мне, пожалуйста, обратился наш гусар к тому же гарсону. Шесть бутылок шампанского и один бокал». Легенда уверяет, что восторженные французы после того, как Денис осушил последнюю бутылку, вынесли его на руках, хотя он мог великолепно идти на своих двоих. «Даже не пошатываясь», заключил я. «Молодчина!» «К сожалению, это только предание, поэтическое предание, вероятно, и о нас с Есениным будут рассказывать что-нибудь в этом духе». «Уже?» «Что уже?» «Уже рассказывают». «Кто?» «Какие мерзавцы?» «Наши актеры». «Ох уж эти актеры!» воскликнул я. «Они такое порасскажут?» «Слава Богу, им верят только дураки». «И многочисленные потомства, читающие дурацкие актерские мемуары». «Ах, я так их люблю, актриса!» «Увы, а ты бы длинный мечтал жениться на докторе?» «Нет, нет, только на тебе, даже если бы ты была укротительницей тигров». «Но гост Олешникова я купил букет сирени и преподнес своей узаконенной подруге». Она улыбнулась. «Белая, белая сирень, символ моей чистоты и невинности. Именно. Спасибо, длинный. Я обожаю язык цветов. Никогда, пожалуйста, не преподноси мне желтых роз. Я ненавижу ревновать. Тебе, Нюшка, и не придется. Честная и маженистская? Да, да, да. Запомни это». Я замедлил шаг. «Стоп, выбирайте, гражданочка, ресторан. Самый роскошный? Само собой. Ампир». «Правильно». Создатели этого заведения ранней эпохи НЭПа пытались соперничать с Екатерининским дворцом в царском селе. Сияя, как июнское солнце, мы свернули в Петровские линии. Из ампира я позвонил Шершеневич. «Вадим Габриэлевич дома? Попросите его». «Анатолий, это ты? А я только что звонил вам. Получил телеграмму из Одессы. 64 слова. Розочка в восторге, ждет мартышку, ликует. Боже мой, а какой в Розочке телеграфный стиль, романтика. Самая высокая. Прямо Виктор Гего по-одесски. Родильный дом на Дерибасовской. Розочка называет дворцом деторождения. Палата для мартышки уже забронирована, а в Аркадии в пяти милях от пляжа снята для вас комнатенка. Что я? Вилла. Вилла в десять метров и четверть балкончиков в два с половиной метра. Розочка умоляет немедленно телеграфировать день приезда мартышки, каким поездом и номер вагона. Встречать ее будут на вокзале все полющуки, а их в Одессе больше, чем в Москве Капланов, кричал Шершеневич в телефонную трубку. Ты, Нюшка, все слышала? Еще бы, по-моему, и на Петровских линиях все было слышно от слова до слова. Конечно, он же великий оратор. В ресторанном зале было пустынно. Незанятые столики сверкали реквизированную в буржуазии хрусталем, серебром, фарфором, скатертями цвета первого снега и накрахмаленными салфетками. Они стояли возле приборов на вытяжку. Это был парад юного НЭПа. Он очень старался этот НЭП быть как большие, как настоящая буржуазная жизнь. Мы сели за столик возле окна. Заказ принял лакей во фраке с салфеткой, перекинутой через руку. Тоже как большой. Слушаюсь, слушаюсь, слушаюсь. Я проворчал. Вот воскресло и лакейское, слушаюсь. Противно. Потом мартышка сказала, я считаю длинный, что самое удобное переправить на юг нашего парня в этом чемодане. И она показала горячим глазом на свой собственный. В пузе спросил я не без волнения. Тогда у меня будут руки свободны для сумочки и зонтика. В этом, конечно, есть некоторые удобства. Огромные, но сердце у меня защемило. сообразим. А когда длинный ты думаешь разделаться со своими московскими делами? Гостиницу я выпущу дней через 10-12. После отъезда Есенина за границу наш журнал гостиницы для путешествующих в Прекрасном целиком лег на мои плечи. И примерно еще неделька, чтобы наскрести деньжат налито. На все лето. Придется ехать одной, сказала она бодро. Я во что бы то ни стало хочу рожать с полным сервисом, как королева Великобритании. Жесткий спальный билет, купейный, как говорят теперь, был куплен накануне отъезда. На мягкое место не наскребли денег. На новый чемодан тоже не наскребли. Пришлось вытащить из-под тохты мой старенький фибровый. Укладывая вещи, я с признательностью похлопывал его по вдавленным коричневым бокам. Это мой добрый товарищ, приговаривал я, приминая коленкой пеленки и распашонки. Он верой и правдой послужил мне всю мировую войну. Давай нюха сарафанчик, давай халатик. А потом той же верой и правдой он служил нам с Есениным во всех наших скитаниях по земле советской в годы военного коммунизма. А теперь послужит превосходной кроваткой нашему парню, добавила будущее мамаш. Послужит, послужит, не сомневаюсь в этом. Извозчик нам подвернулся лет пятнадцати, но не на шутку осанистый, а его пролетка просто сверкала на солнце свеженьким лаком. Моего верного фибрового товарища я устроил на козлах. «Валяй, брат, задирай на него ноги», — посоветовал я нашему осанистому вознице. По дороге на вокзал на Мясницкой я неожиданно увидел Рюрика Ивнева, выходящим из магазина чаю и кофе. Наш друг был страстным чаепитчиком, как сам называл себя. «Останови, старина», — сказал я, постучав в спинку возницы, как в мягкую дверь. Он неохотно придержал коня. «Рюрик!» заорал я. «Рюрик!» «Толя!» «Мартышка!» ответил он девическим голосом. «Куда это вы? Куда?» «В Одессу!» «Зачем?» «Рожать, сумасшедшие, уже поздно!» «Рожать, Рюрик, никогда не поздно!» — наставительным тоном ответила мартышка. «Я хочу сказать, не слишком ли поздно собрались?» «Лучше поздно, милый, чем никогда?» «Не уверен в этом мартышка, по-моему, лучше никогда». Он был заядлый холостяк. но извозчик тронул вожжой своего коня. «Вот подлец!» проворчал. «Я видимо струсил, нюхая, что ты рассыплешься на его блестящей пролетке». «Конечно, каждому на его месте струсил». «Я невольно вспомнил испуганные глаза Рюрика Ивнева, которыми он смотрел на наш знаменитый фибровый чемодан. Он с ним тоже раз в два путешествовал во время Гражданской войны. Мне всегда нравились глаза нашего поэта под тяжелыми веками. Я даже написал о них целую эстрафу в своей поэме «Друзья». Это были глаза святого и великого грешника, что всегда рядом. А только что в ту секунду, когда он прошипел сумасшедшее, я увидел, что это были добрые по-настоящему испуганные глаза старого друга. Рюрик Ивни вписал не только очень хорошие стихи, но и очень плохие романы, поэтому их охотно печатали и еще более охотно читали. Поэтому Шершеневич любил повторять крылатую фразу Мережковского «Что пошло, то и пошло», и даже обмолвился эпиграммой «Не столько воды в Неве, сколько в Рюрике и в Неве». А Есенин говорил, «Наш Рюрик пишет романы очень легко, легко, как мочится». К счастью, наш друг не обижался, мне даже казалось, что ему были приятны эти цитаты, обмолвки и литературно-критические сентенции. А вот название он придумал для своих романов действительно отличные. «Любовь без любви», к примеру. Наш поезд отходил в двадцать четырнадцать. Вечер был теплый, почти черноморский. Фибровый чемодан не слишком отягощал меня. А мартышка несла в руках зонтик, сумочку и букет красных гвоздик. Я отлично усвоил язык цветов. Красный означал «люблю безумно». Осторожно не оступись, здесь желобок, смотри под ноги ступенька. Мне кажется, длинный ты волнуешься. Чуть чуть. Врешь длинный, что чуть-чуть. Если хочешь знать чистую правду, чуть-чуть больше, чем чуть-чуть. Опять врешь. И она сжала мне руку теплыми пальцами. Немедленно длинный выкини с головы всякий дурацкий страх из-за меня. Слышишь? Слышу. Ну? Есть, выкинул. Опять врешь. Фибровый чемодан я заботливо положил в головах под жидкую вагонную подушку. Так тебе будет не уж удобнее спать. Повыше будет, правда? Конечно. Повыше и пожестче. тогда я положу чемодан в ноги. Пожалуйста, если он не обидится. Места нам обоим хватит. Все равно я сплю калачиком. Нет, шутки до меня не доходили. Я был настроен слишком серьезно. В купе уже расположились три курортницы, молоденькая в шелковой пижаме со шнурами на груди, как у гусара, не очень молоденькая в ситцевом сарафане и толстая крашеная дама в фиолетовом халате, которая мужественно боролась со старостью. Она вытирала кружевным платочком три потных подбородка, обмахивалась костяным китайским веером и громкими глотками пила боржом прямо из бутылки. Мне передавали, что англичане для развлечения ходят в немецкие рестораны, чтобы слушать, как немцы едят. Признаюсь, что это развлечение не в моем вкусе. И я трусливо сбежал. Они сразу увидели, сказала Нюша, выйдя из купе в коридор, где я поджидала его раскрытого окна. Неужели? И не могли оторвать глаз. Я бодро сказал, тебе повезло, Нюша, в купе одни женщины очень повезло. Но я длинный предпочитаю мужчин. И она с улыбкой пояснила, мужчины видишь ли поженственнее, помягче. Я сделал вид, что не согласился с этим. Чепуха, парадокс. Держись, дружок, храбро. А я сразу лягу, по силе уже приготовлен. Правильно, сразу на боковую и спи. Проводник принес для моих гвоздик воду в полулитровой стеклянной банке из-под маринованных огурцов. «Большое спасибо, товарищ, сказала она проводнику. И поставить цветы воды вернулась к окну. Я поинтересовался. Все в порядке?» Нюша мотнула головой в сторону шептавшихся курортниц. «Обсуждают мой живот». «Не фантазируй, дружок». «Мне ли не знать женщин? сама-то я кто?» Фиолетовая решительно закрыла дверь в купе. Я прокомментировал не слишком уверенно. Вероятно, хочет попудрить нос. Но Нюша стояла на своем. «Они смотрели на мой живот, как на гималайские горы. Вероятно, похоже. Ничего подобного. Я даже поражаюсь, как они его заметили». «Ах ты, мой длинный дурень!» И Нюша опять сжала теплыми пальцами мою руку. Раздался второй звонок. Мы обнялись и крепко поцеловались. Она старалась приободрить меня. «Не вешай, Талюха, носа. Я постараюсь не родить до твоего приезда». «А это можно постараться? Постараться или не постараться в этом деле?» «Конечно можно», сказала она убежденно. «И самыми правдивыми на свете глазами взглянула в мои глаза. «Вообще длинный, все будет замечательно». «Не сомневаюсь», со слезой в голосе согласился я. «Ни одной минуты не сомневаюсь». и даже пошутил первый раз за тот вечер пошутил. «Только пожалуйста, милый, не играй в футбол». Она поклялась, что не будет. Потом добавила «В крайнем случае, поставив в воротах голкипером». Когда поезд отгромыхал в Москву, будущая одесситка вошла в купе, переоделась на ночь, съела яблоко, вынула из сумочки вечерку, легла и натянула до подбородка белое пикейное одеяло. Гималайи словно покрыл снег. Курочницы не оторвали глаз от этого величественного зрелища. Тогда будущая одесситка повернулась носом к стене и стала посапывать. Вечерка выпала из ее рук. Ничего сенсационного в ней не было. Заснула как безгрешный ангел пробасила фиолетовая. Вот какие бывают приятные сюрпризы, сказал не очень молоденькая. Железнодорожные сюрпризы. Еще родит нам тут среди ночи, как наработавшийся пильщик тяжело вздохнула фиолетовая. Пол невероятно согласилась не очень молоденькая. Моя дочка на крыше родила. С биноклем в кармане во время солнечного затмения. Нет, не родит. Она в нашем купе не родит. Даю вам честное благородное, твердо сказала очень молоденькая. При первых же схватках я ее из вагона высажу. Куда безнадежно пробасила фиолетовая? Куда вы ее высадите? К чертовой бабушке. Опущу тормоз безнагауза и высажу. Хоть в чистом поле высажу. Вот увидите. И очень молоденькая сердито надула свои пухлые розовые щечки с прелестными ямочками, которые возникают у тех, кого, как замечено при рождении, целует ангел в эти местечки. Словом, она была прелестна, эта юная супруга магазина комфорт, что процветала на Петровке по соседству с ампиром. Красотка ехала в Одессу к папе и маме своего второго мужа, которому была фамилия Полищук, то есть та же, что и у розочки. Вот как весело играет случай, подумала Некритина. И засыпая, твердо решила, а моему длинному я обязательно передам со стенографической точностью весь женский диалог. Писателю полезно знать жизнь как жизнь, не подсахаренную. Толпа Полищуков бурно встретила московскую актрису. Не хватало только еврейского оркестра. Пылкая прелестная розочка, громко расцеловавшись с прибывшей, сказала «Называйте меня просто Розочка». С удовольствием. А мне можно называть вас просто Аннет? Можно Розочка, но еще проще Мартышка. Так меня все называют. Жаль, что я не был при этом. Я бы сказал себе с удовлетворением «О, это плоды нашего имуженистского воспитания». Три года тому назад ты, милая, была важной мартышкой. На вопрос Розочки ты бы непременно ответила «Меня зовут Анной Борисовной». Разговор на одесском перроне продолжался. «Вы, Аннет, я вижу, обожаете путешествовать?» сказала Розочка. На что не критина пошутила. Преимущественно Розочка на девятом месяце, в конце девятого. Хорошо, что Димка написал об этом, иначе бы никому не пришло в голову, что вы на девятом. Она словно воспитывалась в Версале у мадам Помпадур, а не у тети Фани, знаменитого на всю Одессу зубного врача. В отчаянной комплиментщице Розочка. В ответ Розочка страстно обняла свою новую подругу. «У меня, Аннет, такое чувство, что я обожаю вас всю жизнь. Да, да, будто мы вместе играли в дочки-матери, а потом вместе влюбились в одних и тех же мальчишек. Давайте перейдем на ты». «С удовольствием, Розочка». «Я приехал в Одессу 9 июля. Вот длинный твоя мартышка издержала свое обещание, без тебя не родила. Постаралась. Доволен?» Это были самые первые слова, которыми она встретила меня на перроне. Мы расцеловались, и она опять спросила «Очень доволен? Очень? Еще бы!» Но подумал, постаралась не родить. Она постаралась. «Нет, малоносая, не ты постаралась, а Бог за тебя постарался». «Да». Нюшка великолепная актриса. Врет с глазами праведницы. «Для мужа это очень опасно, черт побери, а вдруг когда-нибудь мне придется сказать своему парню «Только, дружище, не женись на актрисе». Спасибо, что вышло по-другому». Незадолго до смерти мальчугана кто-то спросил его «Как ты думаешь, Кирка, в чем счастье?» Он задумался, взглянул на свою мамашу и ответил «В хорошей жене». Это был ответ мудреца. Но об этом я поподробнее расскажу дальше. Итак, я приехал девятого, а десятого утром уже с упоением слушал, как пищит наш парень. Как необыкновенно, как замечательно он пищит. Еще, затаив дыхание, я любовался, как он, задрав лапы, согнутые в коленках, дрыгает ими. Причем пятки у него были красные, как одесские помидорчики. А под воскресенье я уже перевез свое семейство на дачу в Аркадию. На этот раз Возница был на полбека старше нашего последнего московского. Вдобавок с усами, как на портретах Буденного, только с седыми. «В Аркадию?» переспросил он. «В нашу счастливую Аркадию?» В это мгновение Кирка пронзительно закричал. «Поехали, поехали, святое семейство, но...» И взмахнув шикарным кнутом, усач с каламбурил. «Бог даст, мамочка, не разнесу вашего беню крика». «Что, вы читали Исаака Бабеля?» «А кто это такой, дедушка?» самыми правдивыми глазами спросила счастливая мамочка, считая Исаака Бабеля русско-еврейским мапасаном. «Как, дорогие товарищи, вы даже не знаете нашего Бабеля, нашего Исаака Эммануиловича Бабеля?» «Нет, дедушка, мы из Москвы». Усач настолько запрезирал нас, что без малейших угрязений совести содрал за проезд до Аркадии втрое против такс. «Одесса, мама!» Мрачно расплатившись, я сказал Некретиной, «Вот во сколько нам влетели твои милые шуточки». С ранней юности я предпочитал марать бумагу, выражаясь по-пушкински с утра. «Уж если марать», говорил я, «так марать на свежую голову». Но парень наш был еще старательней, он начинал пищать прежде первых петухов, будя этих пернатых и нас, и наших соседей. К счастью, ими были добрые, жизнерадостные, симпатичные, жирненькие полищуки, знаменитый зубной врач тетя Фаня и ее муж, провизор, дядя Мотя. Они были из того радушного семейства полищуков, что встречало на вокзале знаменитую московскую актрису. В этом, то есть, что она знаменита их убедила розочка. Жирненькие супруги неторопливо с осторожностью передвигались по круглой земле. Казалось, они всегда об этом помнили, то есть, что она действительно круглая. Кроме того, дядя Мотя еще любил цитировать Шекспира, который, как известно, назвал эту опасную землю комочком грязи. И тетя Фаня, и дядя Мотя носили на врушительных носах, пенсне в блестящей оправе. Им, очевидно, надлежало свидетельствовать, что супруги люди интеллигентные, люди другого времени, люди с высокими душевными запросами и ответами. Тетя Фаня весьма почтительно относилась к своему здоровью. Еще до революции она стала отдыхать с 1 июня по 1 сентября, иначе говорят, до окончания купального сезона. И не изменяла этому мудрому правилу даже в трудную эпоху военного коммунизма. Верные ей пациенты, учитывая ее святой отдых, приноравливали к нему капитальные ремонты своих трудолюбивых многожиющих ртоп. Проходя на цыпочках мимо меня по балкону, и дядя Мотя и тетя Фаня всякий раз интересовались. Ну что? Ну как, Анатолий Борисович? Я отвечал пушкинскими словами «мараю бумагу», или «дого третий час потею», или «ковыряюсь помаленьку», и еще что-то в этом духе. Такие ответы мои, как я стал замечать, огорчали высокоинтеллигентных супругов, и я изменил свой словарь. «Творю, Матвей Исакович», или «сегодня Фаина Абрамовна муза улыбается мне», или «озарило, озарило вдохновение». Все эти дурацкие фразы я научился произносить без малейшей иронии. Получив такой возвышенный ответ, кругленькая чета направлялась на прогулки или на пляж с блаженными лицами. Едва первые живительные лучи Непа прорезали последние тучи военного коммунизма, дядя Моти открыл свое дело, то есть магазинчик с культурным названием парфюмерия и гигиена. Место для магазинчика было найдено с завидной талантливостью, рукой подать от всемирно известной лондонской гостиницы. Как нетрудно понять, ее многочисленным постояльцам круглосуточно требовались именно те предметы, которыми торговал наш провизор. Не мудрено, что в первый же год функционирования, выражаясь языком дяди Моти, он начал шить себе двубортные костюмы из английского коверкота, а свои супруги шубы из черного, серого и коричневого каракуля. Это был ее любимый мех. Надо признаться, что дяде дядя и дядя 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 моти, что еще не забрали мамочку, так он называл ее. Многих польщуков пересажали с женами и детками, конечно, немалолетними, но одесситы и тогда не теряли юмора. Мы как минины пожарски острили они, заложили жены и детей. Только дядя моти, чуть ли не до самой отечественной войны, с мягким философским удивлением, продолжал спрашивать самого себя и своих добрых знакомых, скажите, пожалуйста, за что они меня посадили? За что? Ведь это же не я придумал новую экономическую политику. Они же сами ее придумали, сами просили, пожалуйста, торгуйте товарищ Полищук, пожалуйста, хорошо торгуйте. И я соглашался, и, конечно, открыл магазинчик, и, конечно, старался торговать хорошо, как мог, как умел, и я, видит Бог, платил хорошенькие налоги. И я думал, что провизор Полищук даже очень полезен советскому государству. За что же они, скажите, пожалуйста, меня посадили? И отобрали у мамочки ее каракулевые шубки, и даже с соболью кофточку, и чернобурую полериночку, что лежала в сундуке у Доди Маркузона, в Нафтолине, как говорится, про черный день. Да, да, их тоже забрали. Как миленьких, следователь сказал во время обыска, а нам такая с соболья кофточка и такая пелериночка пригодятся про белый день, чтобы строить тракторы. Вот как он сказал. А теперь вы, наверное, спросите, кто же донес про них? Кто? Я вам могу ответить, кто? Мерзавец Додочка Маркузон, мой любимый аптекарский ученик, чуть-чуть неприемный сынок, который и в магазинчике нашим торговал, он даже меня называл папа Моти. Еще вы, наверное, спросите, почему же он донес, почему? И я вам отвечу, пути господа и мерзавцев неисповедим. Это верно, Матвей Исакович, согласился я. Мне очень нравились его мудрые афоризмы. Но это история будущего. Мы забежали несколько вперед, надо вернуться. У знаменитой московской актрисы была чуткая совесть, по-моему, даже чересчур чуткая, и она по-настоящему страдала, считая, что наш парень, начиная орать с позаранок, портит лето всем на свете. Горошком вскочив с кровати, она с трагическими глазами вынимала его из фибрового чемодана, продолжавшего свою верную службу, кормила паренька грудью и убаюкивала, напивая что-то свое колыбельное. К примеру, миленький посапывай, пишет пьесу папа твой, баю-баю-бай, папе не мешай. От нежных руки приятного мурлыкания Крикун сразу засыпал, а счастливая мать говорила, ну какой умный, уже все понимает, все, все. А эту колыбельную он сам сочинил, спрашивал я, не поднимая глаз от рукописи. Скептик, противный скептик, не смей его пяточки целовать, запрещаю. пяточки, пяточки, когда я отрывался от своего бумага маранья, чтобы выкурить папироску под ветками желтых и белых акаций, с балкона раздавался голос сердобольной тети Фани, Анатолий Борисович, Анатолий Борисович, добрая женщина, как я заметил, была убеждена, что все люди на русской земле едят слишком мало, а в 26 лет мужчине для солидности уже пора поднакапливать жирок на теле. Поднимайте скорее на балкончик, вас уже дожидаются ягоды с холодной сметаной. Спасибо. Спешите, Анатолий Борисович, пожалуйста, спешите, добавлял дядя Моти, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Что? И я спешил. И милый Непман спрашивал меня, как сегодня поживая Черномаза Эзера, сегодня я еще влюблен в нее. Слава Богу! Но что будет завтра? Завтра, Анатолий Борисович, вы тоже будете в нее влюблены. И послезавтра всю жизнь не уверен. Почему этого не уверены? Скажите, пожалуйста, почему? Да потому, что ночью я буду читать своей актрису Ле. Он неодобрительно покачал головой актрису Ле. Не обижайтесь за Некритину. Так называл Чехова свою Книпер. Не может быть. И это вы слышали собственными ушами? Нет, к сожалению, не слышал. Но я читал его письма Книпер. Ой, как не хорошо читать чужие письма. Он не остырил. Он говорил с полным убеждением, с убеждением старого одесского интеллигента, что чужие письма это литература для сплетниц. Значит, вы будете читать ночь Анне Борисовне новую сцену? Что? Весь второй акт пьесы. Поздравляю, поздравляю. Подождите, не торопитесь поздравлять. Может быть, на утренней заре перед купанием я утоплю весь второй акт вместе с черномазой зерой в вашем соленом море. Боже мой, зачем вы их будете топить? Зачем топить черненькую зеру? Обязательно с камнем на шее. Зеру? Ой! Если она не понравится Анне Борисовне. Кто не понравится? Кто? Эта черненькая прелестная девочка? Да. Кушайте, пожалуйста, свои ягоды. Кушайте абсолютно спокойно. Она понравится. Она не может не понравиться. Она очень понравится. Очень. Очень. Матвей Исаакович был в курсе всех наших дел. Он все знал. Знал, как я пишу и что. Иногда знал это даже раньше, чем не критина, так как едва я складывал в стопку исписанные листы и прятал карандаш в карман. Он мягко брал меня под руку и уводил в тень садика из пяти акаций сожженных солнцем. Значит, говорил он, мы сейчас будем слушать новую сцену. Не правда ли, Анатолий Борисович? Что? И я невольно покорялся его мягкой настойчивости. Идите, провизор, за своей панамой, а то Афаня Абрамовна рассердится. И она, как всегда, будет абсолютно права. Когда моя лысина накаляется, как сковородка, я соображаю немножко хуже. А вашего вавилонского адвоката я, конечно, хочу. Ладно, ладно, идите за панамой. Жду вас под толстой акацией. А что, разве она плохая, эта толстая акация? Не унимался милейший болтун. Разве она хуже ваших разных осин? А не, слава богу, еще не повесился никакой Иуда. Ну, бегу, бегу. Через минуту он возвращался не только в панаме, в своей роскошной настоящей панаме, которая свертывалась в тонюсенькую трубочку, но и с белым кружевным зонтиком тети Фани. Я вам это говорю, Анатолий Борисович, мамочка самый мудрый человек на земле, прямо Рэбе. Она все знает. Она знает, что зонтик нам с вами тоже не помешает. Вы видели, сколько сейчас на термометре? 42 градуса по Реомюру. Что? На утренней заре я не утопил свою рукопись в Эксинском понте. Настроения и самочувствия были отменны. Мы жили в Аркадии, как святые неподалеку от рая. В самом районе нам, вероятно, было бы хуже. Там ведь не полагалось вкушать плодов с древопознания. Те дни мне чрезвычайно нравились прелести своего однообразия. Сияло солнце и плескалось о песок теплая солоноватая вода. С утра до обеда я морал бумагу. Наш парень орал в меру и прибавлял в весе, сколько предписано медициной. Его взвешивала тетя Фаня на аптекарских весах, привезенных дядей Моти из города как подарок парфюмерии и гигиены. У молодой матери хватало времени, чтобы покормить парня грудью, выстирать в корыте пеленки и выстирать его самого. А в промежутках самой поплескаться в шикарном море, как говорили одесситы, и покоричневить, это тоже их словцо, покоричневить согласно моде перед Москвой. Словом, мы не переставали благодарить Шершеневича за умный добрый совет. В Москве накануне отъезда я спросил Мейрхольда, скажи, Всеволод, сколько страниц должна быть в пьесе? Чем меньше, тем лучше, ответил он. Если бы Шекспир писал покороче, его бы непременно взяли живым на небо, а его похоронили в земле, это в наказание за слишком длинные трагедии и комедии. Отвечай-ка, Всеволод, делово, сколько должно быть страниц в пьесе? Ты пишешь комедию или трагедию? Комедию, а чтобы подразнить гусей, как говорит Есенин, называй ее фарсом. Дразни, дразни, я это люблю. На библейский сюжет парочка сластолюбивых старичков, парочка ханжей подглядывала закупающейся Сусанной и влипла эта парочка, а чтобы выйти сухими из воды, старички сами затеяли суд над пышно-волосой соблазнительницей, а пророк Даниил, восплав страстью к пышнотелой, стал ее блестящим адвокатом. У нас ведь тоже развелось немало ханжей. Значит, пьеса об этом. Да, огонь по ханжам. Прелестно. Фарс? Комедия. Фарс, фарс, фарс. Ну, сколько же требуется страниц? 70 на Ундервуде через два интервала и добавил, если ты пишешь пьесу для меня. Нет, для Таирова. Мирхольд задрал свой сиранодебержираковский нос и презрительно фыркнул. Ха, для Таирова, для этого фармацепта, ха, он тебе накрутит пилюльки из твоей пьесы, такие красивенькие пилюльки, что ты, брат, сразу вылечишься от любви к нему. Не собираясь ссориться с Мирхольдом, я уточнил, вернее, не для Таирова, а для Некритиной. Ага, ясно, все, Олдет? Ага, он понял меня и оправдал, так как сам в то время уже ставил спектакль для Зинайды Райх, своей жены. Ясно, брат, и похлопал меня по плечу, как заговорщик заговорщика, и сразу нахмурился. А Зиночка великолепно сыграла бы Сусанну. Я невольно улыбнулся и подумал, таковы все мужья актрис и самые умные из них глупее рядового зрителя и делаются совершенно слепыми на беду своего театра. Тут же я опять вспомнил своего друга Шершеневича, который после какой-то Мирхольдовской премьеры скаламбурил. До чего же мне надоело смотреть на рахитичные ноги? Возвращаюсь в Аркадию. В начале сентября я объявил с балкончика товарищей только что написал самые приятные на свете три слова «Занавес», «Конец», «Пьесы». Дядя Мотя поднялся на четыре ступеньки, снял с головы Панамы и расцеловал меня. А тетя Фаня решительно сказала «Вашего вавилонского адвоката будет переписывать Сонечка Полищук, знаменитая машинистка. Вы с ней еще не виделись?» «Еще не знакомы?» сама пикантность, сама прелесть, моя племянница». «А какая у нее машинка?» «Ундервуд». «Отлично!» «Попросите, пожалуйста, знаменитую машинистку переписывать через два интервала в пяти экземплярах, разумеется, если у Сонечки есть хорошая копирка». «Не смешите меня, у нашей Сонечки нет хорошей заграничной копирки». Я уже привык в Одессе к знаменитостям, к знаменитым сапожникам, знаменитым бортным, знаменитым коаферам, знаменитым врачам, знаменитым дантистам, знаменитым чистильщикам сапоги и так далее. Незнаменитые попадались как исключение из правил. Ровно через неделю тетя Фаня привезла из Одессы вавилонского адвоката. Он был вручен мне в Харкадиловом портфеле с серебряной монограммой А.М. «О-о-о!» Открыв портфель ключиком, я сосчитал экземпляры. «Ура! Шесть!» Даже последний шестой пленял чуткостью. Хоть сдавай Таирову на Пятой Луначарском. Только значительно позже при Сталине очередной Эперткомщик читал исключительно первонапечатанный. Все экземпляры были элегантно переплетены. О-о-о! Они были переплетены в красный клинкор. О-о-о! Вот это сервис! «Одесса!» гордо сказал дядя Моть. А тетя Фаня посучав пухленькими наманикюренными пальцами по крокодиловой коже портфеля объявила. А это вам, Анатолий Борисович, от всех полищуков за шикарную пьесу. Благодарю вас! Благодарю вас! И поцеловав у тети Фани ее пухленькую ручку, я взглянул на последнюю страницу шестьдесят девять и расплылся в счастливую улыбку. Это замечательно! А потом, чтобы доставить удовольствие своим новым друзьям, я перешел на язык Одессы. Шикарно! воскликнул я. Шикарная работа! Так же восклицали на здешних рынках шикарные малосольные огурчики, шикарные яички из-под курочки, шикарная вишня, шикарная вишня. Не прошло и десяти минут, как в нашу калитку вошел знаменитый усатый почтальон Аркадий. Вот гражданин поэт, сказал он, раскланившись, телеграммочка из Москвы, танцуйте, пожалуйста, польку бабочку. Я станцевал, расписался в получении телеграммы и прочел ее вслух. Приехал, приезжай, танцуй, Нюшка, Сергун приехал. И она затанцевала. Потом начитал телеграмму до конца «высылай сто целковых на дорогу, Есенин». Очень кстати. Мы уже задолжали все Одессе. А послезавтра нас провожала с осенним георгинами. Толпа пыльщиков еще более шумная, чем при первой встрече. Знаменитая московская актриса стояла у раскрытого вагонного окна с Киркой на левой руке и с георгинами в правой. Помахивая туда и сюда шикарными цветами, она сказала, «Когда нибудь летом мы опять приедем сюда, когда Кирка уже будет бегать. Хорошо? Обязательно!» И мы действительно приехали, но без Кирки. Он умер в 1940-м. Приехали мы в Одессу уже после войны. И никого из милых нам пыльщиков не нашли на Дерибасовской. Тетя Фаня умерла накануне войны от рака желудка. Прелестная розочка со всеми своими ребятами утонула. Теплоход, на котором они эвакуировались из Одессы, торпедировали немцы. Знаменитая Сонечка, эта пикантность, эта прелесть, сошлась с румынским штабным офицерами, куда-то убежала с ним. Дядю Моти расстреляли оккупанты. За что? Вернулись мы в Москву в холодный ветреный день. Пьяный Есенин встретил нас на вокзале. Трагически пьяный и задор и дункан с ним уже не было. Толстые липы на бульварном кольце а уже звенели, как старые цыганки, жесткими листьями цвета медного самовара, очень давно нечищенного. А тут, Нюша, полная осень. Генеральные репетиции вавилонского адвоката начались через полгода. Я не люблю зиму, хотя с институтских лет никогда не ношу галошь, который старит больше, седые волосы и морщины. Наконец-то опять явилась весна. Ох, сколько их еще будет! Не так уж много, дружище, как тебе сейчас кажется. Это говорит сегодняшний голос, голос шестидесятилетнего человека. Совсем немного, бедняга. Что? Этот вопрос в конце почти каждой фразы остался у меня, как наследство от дяди Моти. Значит, опять была весна. На Тверском бульваре даже старые толстые липы, приодевшись похорошелью. даже луна оказалась теплой, даже проститутки с Тверской прелестными. Даже у горластых газетчиков и папиросников, этих московских гаврошей, были фиалки в грязных лапах. Торгуя ими, гавроши держались нежностью голубенькие букетики, а может быть, мне только мерещилась эта лирика. Вероятно, когда к памятнику Пушкина, чуть подпрыгивая, подходил старший Некритин. Я называл его Леонардо да Винчи из газетного переулка. Наши гавроши встречали этого Леонардо звонкими возгласами «Оптовик пришел! Оптовик! Оптовик!» Старший Некритин, поддернув протертые брюки с романтической бахромой по обшлагам, всегда покупал одну папироску. Поэтому гаврошей прозвали его «Оптовиком». В ту эпоху, изжившую себя одновременно с Непом, все двадцатилетние художники с газетного, с мясницкой, с плющихи, с коровьего вала и собачьей площади были Леонардами, Рафаэлями и Рембрандтами. А потом к тридцати и дальше просто-напросто бедствующими до старости славными малыми, к сожалению, не отучившимися анатомии рисунку, святотени и композиции. Я дружил с ними и сейчас по возможности дружу, хотя осталось их на этом комочке грязи меньше десятка. И так даже Луна казалась теплой. Даже инвалиды двух воин мировой и гражданской улыбались как счастливцы. Даже полустарики гуляли по бульвару под ручку со своими престарелыми дамами, а более тормошливые из них с юными девушками. Представьте себе, гуляли и гуляли на зависть своим белоголовым сверстникам. А я как дурак не вылезал из душного театра, ругался как извозчик и грыз некритину. Таиров сказал, если Мариен Гофф будет учить всех актеров, как надо играть, если он будет мешать художнику, осветителю и суфлеру, а главное портить роль Нюши, я распоряжусь не пускать этого Шекспира в театр. Но меня пускали. Со страхом, но пускали. Хотя в моем поведении ничего не изменилось до последних генералок. Только у Нюши неожиданно пропало молоко и пришлось перейти на искусственное питание. Малыш пострадал больше всех. На премьере за несколько минут до того, как погасили свет, я в своем кресле пятого ряда волновался еще больше, чем перед экзаменами в приготовительный класс Нижегородского дворянского института. Когда у большой грифельной доски на предложение вычесть семь из двенадцати я чуть не описывался, ей богу, история повторялась в точности. К счастью, такое отвратительное волнение на собственной премьере было не только первым в моей жизни, но и последним. На всех остальных общественных просмотрах своих пьес я уже был человеком. Возможно, это случалось, потому что рядом со мной в кресле всякий раз сидела не Критина. Волновалась она, волновалась, как я на вавилонском адвокате, как я у грифельной доски, думается, именно это действовало на меня успокаивающе. после окончания вавилонского кричали «Зеру! Зеру! Зеру!» Тогда в Москве еще немногие знали фамилию актрисы. Я с возмущением шипел про себя «Невежды!» Но еще больше был возмущен, когда минут через десять опустили железный занавес. Он закрыл даже самые горячие рты. И я, разумеется, щел это театральной интригой. Безобразие! Возмутительно! Я побежал за кулисы к Некритиной. Ты слыхала, как тебя вызывали? Слыхала? Спокойно, сосредоточенно, чуть священно действуя, она перед трильяжем снимала с лица темно-коричневый грим. Ты слыхала? Слыхала? В Полтаве небрежно проронила она, вытирая фланелевую тряпку костяной ножичек с вазелином. Полтаве на моих примерах было то же самое. И добавила, я уже привыкла к этому. Вот как? Я снова остолбенел, потом улыбнулся. Не понимая, мой дорогой автор, почему ты улыбаешься? Тогда я расхохотался и поцеловал ее в новозелиненные губы. А знаешь, Нюшка, ты все-таки здоровая нахалка. Вскоре пошли газетные рецензии. Ее очень хвалили. Но я только презрительно посвистывал. Очевидно, потому, что Некритину не называли идиоты критики юной комиссаржевской, как в Полтаве, где без сомнения критическая мысль была тоньше. Моему удовольствию и некоторому удовлетворению через неделю с обложек театральных журналов лукаво засверкали белки черномаза и зеры. Я покупал эту замечательную литературу дюжинами и рассылал ее по почте в Пензу, в Нижний Новгород, в Петроград своим школьным друзьям и своим любовем первой, второй, третьей, четвертой и только Рюрик Ивнев по недомыслию искренне удивлялся. Что делается в мире? Говорил он тоненьким голоском. Наша мартышка стала знаменитой актрисой. Не понимая болван, чему ты удивляешься? Он вытаращил глаза примерно так же, как я, когда я услышал в Полтаве на моих премьерах было то же самое. Подошло лето. Сезон в камерном театре закрылся. Некретиной увеличили жалование на 15 рублей. Мне удалось выполнить и второе свое обещание отправиться с мартышкой в Париж. Нашего парня мы разумеется оставили на бабушку. Бабушка, какое-то чудное заведение бабушка? Что бы мы делали без этого чудного заведения, придуманного самой жизнью? И так в Париж, в Париж годы шли, нет, годы бежали, а почему в самом деле не ходят они солидно, неторопливо, как, например, главные бухгалтеры? Нет тебе этого, бегут проклятые годы, бегут, как черт знает кто. Знаешь, Ниночка, сказал я, по моим наблюдениям, теперь и для Качалова, как для иммажениста Марингофа, не существует богов ни на небе, ни на земле. Уж конечно, конечно, нервно подергивая плечиками, отвечала литовца. С кем поведешься, от того и наберешься. После воспаления легких Качалов отдыхал и поправлялся в Барвихе, что под Москвой. Тогда же там отдыхали и поправлялись после своих хворостей и, очевидно, неизбежных в возрасте, который так и называется преклонным, перед болезнями, что ли, Константин Сергеевич Станиславский и Мария Михайловна Блюменталь Тамарина. Замечательная старуха, сценическая старуха с молодых лет, Малый театр в то время был ими богат и славен. В один из понедельников, когда МХАТ отдыхал, Литовцева заехала за мной и Некритиной. Толя, Нюша, поедемте к Василию Ивановичу. Он звонил по телефону, он очень хочет видеть вас. Мартышка схватилась за голову обеими руками. Ужас! Ужас! Что, Нюшенька, не можешь? У нас сегодня чтение пьесы у Таирова в кабинете. И верхняя губа ее, искривившись, запрыгла, как у младенца, собиравшегося заплакать. А ты можешь, Толя? Очень даже. А с Нюшей мы поедем в следующий понедельник. Тут же Литовцева заботливо проскрепела. Только, друг мой, ты уж не засиживайся у Василия Ивановича. Ладно, и стихи свои ему не читай, пожалуйста, читай уже мне дома. Я хоть не после болезни, я их получше перенесу. А тебя, Нина? Что меня? Ведь тебя, дорогая, тоже довольно трудно переносить, даже здоровому человеку. Такого нахала, как ты, мой друг, еще свет не видывал. Невозможнейший предательский согласилась Снегритина. Подал снег. Барвихинские столетние сосны стояли вокруг дома этакими кавалергардами в белых мундирах. Мягкими дорожками цвета травы мы прошагали по коридору в Качаловскую комнату. Как ты помолодел, Вася, сказал я. После болезни он несколько скинул негрузный жирок, а зимнее солнце позолотило лицо в часы неторопливых прогулок. «Скоро юношей стану», отозвался Качалов. «Вот только бы еще три-четыре воспаления легких». «Типун тебе на язык, Василий Иванович», прокричала его супруга. «Шутки в сторону, ведь меня недавно Всевышний к себе призывал». «Что непритворно перепугалась она? Что такое? Куда это он тебя призывал?» «Себе на небо? Что?» «Иду это я по нашей дороге вдоль леса, размышляю о жизни, о смерти, настроение самое философское, болел-то я не в шутку, уж бренные пожитки собирал, говоря по-есененски». «Ну перестань, Василий Иванович, вдруг слышу, Василий Иванович, тебе нельзя много разговаривать, подожди, Нина, вдруг слышу, голос с неба, Василий Иванович, Василий Иванович, так и одеревенел, ну, думаю, кончен бал, призывает меня к себе Господь Бог». Литовцева испуганно перекрестилась. У нее в комнате над столиком, где лежали книги Маркса и Ленина, всегда теплилась лампадка перед старенькой иконкой Божьей Матери. «Но», спросил я нетерпеливо по-некритински, «Ну?» «Ноложив, разумеется, полные штаны», продолжал Качалов, «я поднимаю глаза к небу», и тут он сделал знаменитую мхатовскую паузу. Литовцева была ни жива, ни мертва, а передо мной, значит, телеграфный столб, а на самой макушке его обхватил деревяшка с зубастыми ножными клещами, сидит монтер и что-то там чинит, а метрах встал от него на другом столбе сидит второй монтер, которого, стало быть, зовут как меня, Василием Ивановичем. Вот мой разбойник и кличет его этаким густым шаляпинским голосом «Василий Иванович! И Василий Иванович! Ну, совершенно голосом Бога, друзья мои!» Мы рассмеялись. Честное слово, очень похож. Сам Господь Бог орет и баста. Да чего ж я перетрусил? «Вечно с тобой, Василий Иванович, какие-нибудь дурацкие истории», сказала Литовцу. «Голос монтера очень похожий на голос Бога», напомнил мне другой случай, рассказанный Жоржем Питоевым, директором, режиссером, художником и отличным актером Парижского театра, маленького на хорошего. Это обычно для Парижа. Там драматический театр, чем меньше, тем лучше. Бабушка Жоржа Первой в карете приехала из Еревани в Париж. Роскошная армянка была самой интеллигентной дамой в своем отечестве. Ее называли во Франции «Мадам де Питоев Нуар». Значит, она даже для французов была слишком черна. По ее примеру, и Жорж после смерти Веры Федоровны Комиссаржевской, он был ее возлюбленным, отправляется в Париж. Это было за несколько лет до нашей революции. Неожиданно Франция стала его третьей родиной. Но и вторая Россия, Россия Толстого и Чехова, навечно осталась в его душе. Питоев мечтал, чтобы Франция полюбила, хорошо узнав Россию, Чеховскую и Толстовскую. «Это ваша миссия, Жорж?» «Да, моя миссия», отвечал он серьезно, хотя и не любил, как человек со вкусом высоких слов. Париж Питоевых приехал с молодой женой и довольно скоро Людмила, так ее звали, стала не только первой актрисой его театра, но и одной из первейших актрис во Франции. У Питоевых была целая ватага детей, Светлана, Варвара, Людмила, Саша, Нюша и так далее. Отец и мать замучивали их русским языком, но родным языком для них все-таки стал французский. Это огорчало родителей. В 1927 году на берегу Атлантического океана в Кабрстоне мы с Питоевым крепко дружили. «Вы знакомы с Жоржем Питоевым?» спросил я Качаловых. «А как же, сказал Василий Иванович, милейшее существо, и Людмила прелесть?» Так вот, послушайте рассказец, как-то Жорж ставил у себя в театре пьесу с участием ангелов, нарисовал их и отправился к старому знаменитому бутафору. Рассмотрев эскизы, бутафор неожиданно ответил «Нет, я этого делать не буду, таких ангелов не бывает». Питоев спросил без улыбки «А вы, мсье, видели ангелов?» «К сожалению, нет», ответил мастер тоже без улыбки и повторил «Но таких ангелов не бывает» и вернул эскизы. По-моему, это очень поучительная история. Качалов сказал «Вот и наши Ермиловы также идиотски понимают социалистический реализм, как этот бутафор ангелов, «А я голос Саваофа». Снег падал хлопьями, похожими на звезды с рождественской елки. В комнате Качалова было хорошо. Я бы сказал фразой девятнадцатого века. «Был уют мыслящего человека. Много книг, записные книжки, рукописи, толстые, тонкие». «Как же ты, Василий Иванович, живешь тут?» спросила супруга. «Читаю, гуляю, репетирую». «Репетируешь? Что ж ты репетируешь? Новые роли-то для тебя и близко не видно, а тебе в театре и думать-то позабыли». «Не все к этому масленицу репетируем». «С чего бы? Кто ж твою масленицу ставить собирается? Я что-то об этом ничего не слыхала. Да и с кем репетируешься-то? С Константином и Машенькой? Для чего же? Для какого театра? Блю Менталь то в малом, а ты как будто еще у нас. Еще не выгнали. Так, для никакого театра. Просто так. Для себя». Литовцева засмеялась мелким куриным смехом. Смеялась и смеялась, тряся груди обоими плечами, как цыганка, танцующая под гитару. Два старика и одна старуха забавляются, как ученики театрального училища, как молокососы. Ну что ж, смущенно оправдывался Качелов, расти надо, всем надо. И не молокососом тоже, и тебе, Нина, не помешала бы. Покорно благодарю, уже выросла, в жену артиста, тронувшегося на старости лет. Вполне вероятно, вполне, вполне. И продолжал. Третьего дня мы с утра репетировали, я с превлеким увлечением произнес свой монолог, здорово решил про себя, здорово, а у Константина презрительная гримаса на губах. Что, обращается он ко мне, уже вызубрили? На зубок вызубрили, прошу Василия Иванович сказать монолог своими словами, своими, собственными, а не чужими. Для чего же, спрашиваю, своими? Мои-то ведь хуже будут, чем у Островского. Тут Константин даже побелел от святого возмущения. Вы, ремесленник, гнусный ремесленник, блюменталь так вся изжалась в комочек. Ну, еще бы. А ты, небось, только облизнулся? Совершенно верно, Ниночка, облизнулся. Ну, а на завтра с утра опять, отправляясь к Станиславскому репетировать, стучу в дверь. Кто там, спрашивает он? Отвечаю, это я, Константин Сергеевич, я, гнусный ремесленник. Ничего, впустил и даже хохотал во все горло. В комнату принесли жидкий чай с лимоном. Нина Николаевна задернула синие суконные гордины и зажгла свет. Я задал серьезный вопрос. Скажи, Вася, а кто тебе больше всех помог в работе? Вопрос задал общий, но думал так, интересно, кто, Станиславский или Немирович Данченко? Качалов потер подбородок и подумав, ответил с той же серьезностью. Да вот, пожалуй, она, Нина. И сразу без паузы спросил меня, стихи-то новенькие у тебя имеются? Литовцева грозно сверкнула на меня зрачками. Кое-что в Асе имеется, с невинным видом ответил я. Еще бы не иметься, он же не в носу ковыряет. Вот когда, Василий Иванович, ты окончательно поправишься, сядь, Нина, сядь, не суетись. Да кто же это суетиться? Всегда что-нибудь не то скажешь, и быстро-быстро заковыляла она из угла в угол. Если имеется, так чего молчишь? Выдавай, брат. В это же мгновение я вскрикнул, ой, не щеплись, Ниночка, больно, у тебя же не пальцы, а щипчики для маникюра. Она посмотрела на меня с ненавистью, а я обожал ее, честное слово. Качалов величественно улыбался. Так вот, друзья мои, я прочту вам всего-навсего семь стихотворений. Семь ужаснулась мученица своего несносного характера. Ну, сыпь, брат, сказал Качалов, сыпь, читай. И Качалов подпер мягкими ладонями гладко выбритые скулы, словно проутюженные горячим утюгом. У Нины Николаевны навернулись на глаза слезы. Толи родной, пожалей-то его, старик ведь только что чуть не умер, не утомляй-то его своими стихами. Опять температура поднимется, опять сляжет от твоих стихов-то. Я ведь, милый, знаю, какие ты пишешь. Помолчи, Нина, не шуми, сказал Качалов. Кто же это шумит? Только ты, Василий Иванович, один и шумишь. Голос-то, как иерихонская труба. Я объявил. Разговор с Богом о сотворении мира. Это что же, поэма и небось длинная? Нет, Ниночка, не поэма. Слава Богу. Нина зарычал Качалов, и воцарилась тишина. Я прочел. Послушайте, господин чудак, и же если на небеси, ведь этот сотворили вы бардак, мерси. Все? спросила наша беспокойная подруга. Все, порадовал я ее. Следующий Анатоль скомандовал стихолюб. Где кухня горя? Сверху, снизу или откуда приносят мне дымящееся блюдо? Следующий наплевать мне, что вы красавица, дело, друг мой, не только в роже. в этот век, говоря о том мне нравится, а сказать я люблю, вы не можете. Следующий судьба или злая хозяйка. Такс. Эй, человек, это ты звучишь гордо и в морду, в морду, в морду. Следующий Василий Иванович, жалобно пролепетала преданная и мучительнейшая из жен. Следующие, а может быть, Толя хватит? И так всю душу вывернул, а я ведь здоровая, у меня воспалений в легких не было. Это будет последняя, Ниночка, в две строчки, вроде как на бис. Спасибо тебе, Толя, большое спасибо. И я умру по всей вероятности, чушь в жизни бывает и покрупнее неприятностей. Василий Иванович взял со стола вечное перо и записную книжку в темно-красном переплете. Диктуй, поэт. И, записав шесть стихотворений, обнял меня. Спасибо, брат. А у тебя, Вася, есть что-нибудь новенькое? Вот, если желаешь поэмы Максимилиана Волошина. Этого только не хватало, ведь она длиннющая, помолчи, Нина. Очень, Вася, желаю, сказал я, прочти, сделай милость. Ну, тебя, бессердечность, знала бы, не привозила. Нина. Супруга даже перепугалась. До того это было громоподобно. И Качалов стал читать из той же записной книжки «Дом поэта». Поэму о Коптедельском доме Волошина, где во времена гражданской войны находили приют и красный партизан, и белый офицер. «Может, Василий Иванович, поставишь термометр, а? Поставка, поставь. На, я встряхнула. Зачем же ставить-то? Ведь мне сегодня не скучно». Тогда беспокойно наша подруга расстегнув гипюровую кофточку, поставила термометр себе. Наверное, поднялась. «И все ты, Анатолий, ты зверем был зверем и остался, хоть кол на голове тиши, а глаза ее уже светились добротой». Шопеновский прилюд доносился из салона. Я показал на толстую рукопись, что лежала на столе. «Это чье произведение?» Станиславского из новой книги о работе с актером. «Интересно, да как тебе сказать, азбука? Ну, пора. И, пожалуйста, Толя, больше ни о чем не спрашивай. Поднимайся-ка, поднимайся, надо и честь знать». Зима ушла, стряхнув снег со своих плеч. При царе уже звонили бы великопостные колокола. Мы обменялись со своим парнем жилплощадью. Кирка перебрался в отремонтированную бывшую ванную комнату, а мы в ту, где он проживал сначала в фибровом чемодане, а потом в кроватке с пестрыми шнурами. Комнатка была узкая, длинная, с двумя окнами в двух стенах. Однажды меня осенило. Нюха, воскликнул я, а ведь мы можем превратить эту уродину в роскошную квартиру из двух клетушек. гениальная идея немедленно согласилась спутница моей жизни. Она, как и все интеллигентные женщины той эпохи, мечтала, если уж не о квартире, то хотя бы о некоем ее подобии. Как это неудивительно, но ровно через неделю мы уже воздвигли фанерную стену с фанерной дверцей. Обе комнаты, назовем их так, были окрашены клеевой краской, потолки оштукатурены, оконные рамы побелены, спальне поместились ореховая тумба с трильяжиком и полуторный матрас, покрытый цветастым украинским ковром, а в столовой кабинете боярские толстоногие табуреты, скамья и стол. Все это из моренного дуба, кустарного оланецкого производства. До сих пор я не могу понять, откуда у нас взялись деньги на такую потрясающую обстановку и на такой грандиозный ремонт. Ведь и сейчас, через 38 лет, спутница моей жизни, давным-давно ставшей заслуженной и орденоносной, с гордостью сообщает, вы знаете, я себе построила демисезонное пальто. Подруги и приятельницы, появляясь в нашей новой квартире, всплескивали руками. Ах, а мужчины баритонили и басили, ну, прямо кремлевские палаты шестнадцатого века. Ничего, Нюшка, не поделаешь, сказал я. Раз уж мы с тобой закатили себе такие боярские палаты, придется теперь и новоселье боярское закатывать. Это мысль. Значит, закатим? Закатим. Сказано, сделано. Дня через три я уже говорил с Литовцевой по телефону. Итак, Ниночка, ждем. Спасибо, Толя, явимся ровно в семь. Василий Иванович теперь ложится спать в десять. Профессора велели. Я слегка ехидничаю. А если он занят в спектакле? Василий Иванович теперь два раза в месяц играет. Ролей-то нет, не дают. Что ж, приходите в семь. Время детское, самое подходящее для нашей компании. Ребеночек Оленька Пыжова тоже в семь явится. Очень приятно. Давно не виделись. Только вчера у нас до глубокой ночи проторчало. Всему дому спать не давало. Когда же выкатилась? Да разве она выкатится сама? Я ее нахалку выкатила половина двенадцатого. Вот беда. Так может ее не звать? Да как же ты ее хулиганку не позовешь? Сама придет носом почуять новоселье. Зови уж, зови, обязательно, Толя, позови. Слушаюсь. В сердце у Литовцевой в ее большом сердце Ольга Пыжова прочно заняла третье место. На первом, конечно, был Василий Иванович. На втором сын Дима, на третьем она. И прими, Толя, во внимание, что Василий Иванович на строгой диете почти ничего не ест. Велели худеть. Ладно, буду морить его голодом и тебя заодно. Мори, мори, благодарна тебе буду. Еще одно условие, самое решительное, чтобы водкой и не пахло. Что-то плохо тебя слышу, Ниночка, повтори. Чтобы водкой в доме и не пахло. Опять ничего не понял. Да ты, мой друг, на ухо туговат стал. Вчера надуло. Кто тебя надул? Кто? Шершеневич? Нет, ветер. Она сочувствовала. Ах ты, Господи! И с удручающим упорством повторила. Что водкой в доме? Что? Как? Громче, Нина, громче! Она стала кричать вовсю, что есть духу. Не слышу, Ниночка, не слышу. Ах, ты не слышишь! Ну, тогда и приглашай своих. Таировых, а мы с Василием Ивановичем не придем. Я прикрыл ладонью черную пасть телефонной трубки. Кошмар, нюшка, чтобы ни одной рюмки на столе, чтобы водкой и не пахло. Некритина глубоко вздохнула. А из черного уха несется пронзительный вой и свист. это литовцева дула в трубку, решив, что телефон испортился. Ты меня слышишь, что ли? Слышишь? Увы, слышу. Даешь слово? Вынужден. А пивка можно? Боже, упаси, никаких пив. Голос у меня стал жалобным. Так у нас раки будут. Раки? Небось маленькие. Еще подавишься. Нет, довольно крупные. Будем запивать ваших раков лимонадом. Купи несколько бутылок, на нашу долю одну. Слушаюсь, Василию Ивановичу нельзя много пить, а то живот раздувается. Так значит, ты мне даешь слово? Отвечаю почти сквозь слезы. Дал, дал, чтоб тебе пусто было. Вспомнился Тургенев. В 1869 году какой-то французский журнальчик попросил Ивана Сергеевича ответить на несколько вопросов. Среди них был и такой. Ваше любимое кушанье и напитки. Беф и шампанское бодро ответил наш знаменитый соотечественник. Через 11 лет журнальчик повторил свою анкету. Ваше любимое кушанье. Все, что хорошо переваривается с ворчливой стариковской мудростью, написал Тургенев. В институтские годы я горько плакал, дочитав отцы и дети. А теперь признаюсь, этот коротенький стариковский ответ мне кажется несравненно более драматичным. Надо сказать, что и другие ответы Ивана Сергеевича были прелестны. Какому пороку вы наиболее снисходительны. Ко всем любимые вами качества у женщины 18-летний возраст. Первой к нам явилась пыжова половина седьмого. Не переступив порога начала шуметь. Черт знает что такое. Вот гады, ни обед, ни ужин. Какой идиот это выдумал. Не кретина. Что? Я? Ах, вредная мартышка, иди ко мне. Иди немедленно, я тебе разорву на части. И женщины нежно целуются, потом пыжова целуются и со мной. Актрисам это дозволено, а когда целуются актеры, они под ваши губы подставляют свою щеку. Меня это бесит. Теперь я нашел выход, тоже подставляю щеку. Потремся одна другую и все. Раздевайся, Ольга. Принюшки? Я вам не помешаю, мне надо раков варить. Подожди, вредная. Пыжова сбрасывает мне на руки пальто. Раков-то по слухам заготовили четыре сотни. Одну. Маловато. Но каждый рак, говорят, в поларшина. Нет, в полтора. А ну-ка, милашка, она прищелкивает языком, пока наши старики не пожаловали, хлопнем по стопочке под рачка. А хлопнуть лимонадику, ангел мой, под рачка, не желаешь? Гад, не кощунствуй, а у нас в доме Олечка с нынешнего дня водкой и не пахнет. Так, взгляни на соленье единой рюмочки. Где мое пальто? На вешалке. Пыжова отправляется за ним, но по дороге по причине мне непонятной раздумывает уходить. Я приветствую ее возвращение. Здравствуйте, прошу к зеркалу, вам, сударыня, необходимо попудриться. Неужели даже вспотело с горя? Она хватает пуховку и подул на нее страстно пудрится. А вы слыхали, ребятки, какая в нашей семье трагедия? Понятия не имеем. В Мхате Васеньку обидели, смертельно. Да что ты! сегодня на доске вывешено о трех сестрах. Немирович снял Качалова с Вершинина. Играть будет Болбоман. Что? Зрачки уникретины расширяются от возмущения. Неслыханно. Обычное театральное идиотство, говорю я. Она продолжает кипеть. Терпеть не могу режиссеров. Особенно гениальных. Ух, парадоксик, воскликнула Пыжова. Да, я тебя за него чмокну. Нашего малоносого Оскара Уальда. Да, предпочитаю самых бездарных режиссеров. Эти хоть и работать не мешают, ролей не портят. И спектакли тоже. Своими выкрутасами. Качалов, видите ли, им плохо. Болдоман хорош. Театр падает и падает, произносит Пыжова с надгробной интонацией. Что будет? Я успокаиваю. О, нолечко, третье тысячелетие падает. Уже в древнем Риме трагика победил комедиант. Комедиант, а акробат, а акробат, а гладиатор. Будьте философами, мои милые актрисы, Болдоман все-таки не гладиатор. А вот то, что в конце концов футбол победит Станиславского и Мерхольда, в этом я не сомневаюсь. Часы бьют семь. Наша Ниночка, говорит Пыжова, в расписании чуть в обморок не грохнулась, спасибо, Борис Ливанов локотком подпер. А потом что было? Побежала прихрамывая к Немировичу. Правильно гремит Некритина и выдала ему, кинулась на него как тигрица. Правильно! Борис у дверей в щелку подглядывал, плечиками говорит, трясет сами, Владимир Иванович, сами объявите Качалову эту новость, а меня уже увольте от этого, увольте, я домой не пойду, пока вы ему не объявите, так в театре и буду ночевать. В эту минуту у парадной двери раздаются наши четыре звонка к нам. Качалову шепчет Некритиной в полном изнемыжении садится на табуретку. Иди, Толя, встречай, а я не могу. Чего доброго, разревусь. Вот тебе и раки с лимонадом мычит Пыжова. Иду, повертываю ключ, снимаю с двери цепочку, А Василию Ивановичу то в художественном театре в морду плюнули. Этой фразой здоровается Литовцева. Такое приветствие не явилось для меня неожиданным. Наша подруга имела обыкновение брать быка за рога и говорить прямыми словами о том, что происходит в мире. Почему же в морду почему плюнули спокойно возражают качалок? Всего-навсего хорошую роль у меня отобрали. И не по злобе это Нина, а из художественных соображений театра у нас художественный то. Ах, Василий Иванович, вечно ты со своим прекрасным душем юродивеньким прямо стал, блаженненьким, только железных верик на твоей старой шее и не хватает. В этом злосчастном кругу продолжает вертеться наш разговор. Раки, раки, раки. Хозяйка выносит их на большом фаянсовом блюде, дымящиеся пунцовые. Они прелестно пахнут лавровым листом и похожи на причудливые цветы абхазских полутропиков. За некритиной на расстоянии оршина вышагивает пыжова, торжественно неся она на головой лимонадные бутылки. Лимонадик, 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 разноцветные глаза ее сверкают злорадством. Холодненький, сладенький, сахариновый. И она издевательски ставит бутылки перед качаловым. Он, как известно, никогда не был горячим сторонником сухого закона. Откупоривай, Вася, откупоривай, родненький и свой любимый напиток. Это ее месть, лимонадная месть. Ну, давай, Ольга, штопор. Извольте, премного невозмутимо благодарит качалов и умело откупоривает бутылку за бутылкой. С каким удовольствием, Васенька, ты их откупориваешь? Смотреть, Люба, гости и хозяева принимаются за раков. Стопки-то и дело наполняются шипящей водицей на сахарине. Через самое короткое время Качалов говорит, прошу прощения и выходит из-за стола. Ты это куда, Василий Иванович, дрожащим голосом интересуется Литовцева? Прошу прощения по надобности. Качалов уходит, возвращается, с аппетитом ест раков, но минут через десять опять поднимается со стула. Ты, Василий Иванович, что-то постарел, больно уж часто бегаешь. Вероятно, Нина это из-за лимонада, с непривычки видишь ли. Супруга беспокойно ерзает на стуле, уже лучше бы Нарзану купили, а еще лучше бы Ниночка Литовцева перебивает. Ваших советов, Василий Иванович, не спрашивают. Молчу. Ты же сама, Ниночка, распорядилась, оправдывается огорченная хозяйка. А откуда же я знала, что он так разбегается от лимонада? Поживо ворчит, проклятые раки. Работы с ними не берешься, пропади они пропадом. А ну-ка, хозяюшка, дай мне еще рачка. На ее тарелке целая гора красных панцирей, разодранных клешней, выпотрошенных животов и длинных морд с черными выкатившимися глазами, похожими на крупную дробь. Качалов опять величественно удаляется. Третий раз за какие-нибудь полчаса презрительно фыркает супруга. Ниночка, не волнуйся, успокаивает Пожова. Это полезно. Ну, просто-напросто старческое недержание. Больше, Василий Иванович, тебе не дам ни глотка. Она говорит ему, и вы, и ты по настроению, а сын Дима называет отца Вася. Это тепло, это дружески. С Василием Ивановичем легко и сыну дружить. Вслед за Качаловым робко выхожу и я. И ты туда же еще презрительней фыркает Литовцева. Оля говорит, что это полезно. А почему мы не бегаем? Выпили-то лимонаду не меньше вашего. У вас, Ниночка, все еще впереди. А в коридоре моим глазам представляется зрелище, достойное богов. Василий Иванович, подойдя на цыпочках к вешалке, вынимает из бокового кармана демисезонного пальто плоскую бутылку сорокоградусной старки и прикладывается к ней. Вася, шепчу я просительно угости. А, добро пожаловать, глотни, мой друг, глотни. У меня в левом кармане вторая имеется, да и мартышону, своему шепнинушку, а уж Ольга пусть лимонад пьет. Ее проучить надо за бессердечие. Раки съедены, жово облизываясь броница. Вот звери, все десны о них расцарапало, и язык в кровавых ранах. А еще, Нюшка, нет ли рачка? Сейчас рябчиков принесу. Что, рябчиков? Еще до седьмого пота работать, тоже хозяева на наши головы. А брусничное варенье для рябчиков найдется? Найдется, гордо отвечает хозяйка. Это ее третий прием в жизни. Странно, в таком доме вдруг нашлось. «Знаете ли, друзья мои, я собираюсь уходить из художественного театра», говорит Качалов, обсасывая ножку рябчик. «Куда же ты уйдешь, Василий Иванович? Кто тебя возьмет? Не смеши, трясет плечиками Литовцева». «Да вот, на эстраду уйду». «Качалов эстрадник, чудная картина». «Да Нина эстрадник, по крайней мере, с чем хочу, с теми выступаю, и отбирать у меня режиссер ничего не станет. Им ведь, Нина, ты будешь для эстрады-то, и акторы у меня найдутся неплохие, Толстой, Достоевский, Пушкин, Шекспир, Байрон, и ролей ни у кого не просить. Что хочу, то беру, вот и Ричарда вероятно сыграю, ведь мечты-то о нем второе десятилетие». Пыжова спрашивает, «Ты это серьезно, Вася, на эстраду собрался?» «Очень. А ты возражаешь?» «Да». «Почему?» «Потому что ни Качалов не может уйти из художественного театра, ни художественный театр от Качалова. История вас связала». «Сдор! История делают сами люди!» «Нужды нет говорить, что сразу же после первого общественного просмотра трех сестер вся нелепость и замена Качалова Болдуману стала явной и бесспорной. Качалову усердно посещал генеральные репетиции, заходил после каждого действия в уборную Болдумана и давал ему советы, умные, тонкие и дружелюбные. На другой день Пыжова и Некритина полувозлежали на нашей неперсидской тахте. Я сидел на подоконнике, заложив ногу на ногу. Они болтали о женщинах, о Дункан, об Алисе Конен, о Зинаиде Райх. Прислушиваясь одним ухом, я подумал, удивительно, они еще ни разу и в то же мгновение Пыжова спросил, «А сколько лет, Конен?» Я обрадовался, «Вот теперь все в порядке, самый волнующий вопрос задан». Некритина вздохнула, «Не знаю, право, но, несомненно, я скоро догоню ее. Алисе, видишь ли, с каждым годом делается все меньше и меньше, а мне, как идиотки, прибавляется, это кошмар какой-то». «А сколько лет, Айсидоре, Дункан?» спросила меня Пыжова. «Этого Оля не знает даже британская энциклопедия, которая знает все». Пыжова уверенно сказала, «Самое глупое устраивать тайну из своего возраста, надо ляпать на чистоту, не убавляя, тогда и публика прибавлять не будет. Она не очень-то добрая, эта публика, морщинки актрис в бинокль подсчитывает». «К тому же, добавил я, слава здорово старит. Вот хохлушки из Полтавы будут говорить, это не критина, при февральской революции уже была знаменитостью». «Ужас! А мне в Полтаве шестнадцать лет было. Семнадцать, Нюшенька, отстань, это безразлично». «Моя теща», продолжал я, к счастью, не актриса, а попробуйте, узнайте у нее год рождения. «Ууу, мама сразу ответит, зачем вам это надо? Вы что ли, хотите из меня борщ варить?» «Вот сумасшедшая старушка, прости, пожалуйста, Нюша», сказала Пыжова. «Я очистил для женщин по мандарину и угостил их, спросил, «А сколько тебе, Оля?» Пыжова побледнела. «Ты в каком году родилась, голубка?» «Вот в каком», прошипела Пыжова и, сверкнув через очки разноцветными глазами, показала мне крупную дулю. «Ну и хам же у тебя муж не крышка». И, прижавшись щекой к ее щеке, Пыжова сказала, «Ты, Нюшка, молодая женщина, а я, и поправила очки на носу. Она еще не привыкла к ним. А я еще молодая женщина». «Это очень тонко сказано, Оля, запиши, пригодится для будущих мемуаров. Для этого, Оля, у меня существует голова, записную книжку потерять можно. Голову тоже». «Сколько лет Василию Ивановичу?» спросил Некритин. «Наш Васенька собирается Чацкого играть. Вот и считай, Чацкому-то сколько. Столько будет и Качалову». «Эти проклятые мужчины вечно молодые, семидесятилетний, женятся на двадцатилетних, и никто не хихикает. А когда прелестный Дункан влюбилась в вашего Сережу, и почему не Криша, мы с тобой не мужчины? Вот бы распушились». Бодливой корове Ольга Бог рок не дает. Когда Пыжова ушла, я сказал, «Ольга очень быстро стареет. Ты находишь? Быстро, как газета». «Это потому-то кажется, что она стала носить очки. Может быть. Хотя они к ней идут. Правда длинный. Ты думаешь, теперь она будет стареть помедленней? Надеюсь. Пусть бы старела, как толстый журнал, хотя бы как толстый журнал, иначе уж очень грустно. А я? Ты, Нюха, останешься вечно молодой, как мои стихи. Хвостун, разумеется. Есенин вернулся из-за границы не Есениным. Тяжелой мрачной странице придется написать об этом. Какой-то неразрываемый мрак туго запеленал его больное сознание. и, может быть, единственной светлой щелочкой в этих пеленах был шумный житель фибрового чемодана. При первом же знакомстве с нашим парнем Есенин на четверть часа совершенно преобразился. Из глаз вылилась муть и прозовел церковный воск его очень худого лица. Толя Мартышон, я крестный вашего пострела. Разумеется, Сережа. А знаете, ребята, как я буду его крестить? Нет. В шампанском. И как некогда сверкнул лукавой улыбкой. А не напьется ли наш великан на радостях? Не остри. Разговор деловой и важный. Само собой. Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке. Чертям тошно будет, а святые возрадуются. Согласны? Я, Сережа, согласна, заявила непутевая мамаша. Возражения не имеется. Для купания шампанское даже полезно, так считали красотки, которых я купал. Вот хвостун. Стало заметано по рукам, и у Есенина, как встарь, по-мальчишески заискрились глаза. Мне припомнилась его великолепная строчка. Что ж ты смотришь так синими брызгами? Но глаза у Сережи были, как из нежного голубого ситца, выгоревшего на солнце. Назначаю крещение на четверток. Принято единогласно. В эту минуту нежданно-негадан раздался голосок, тихий, но несокрушимый. Этого безобразия я не допущу. Есенин промычал. Гром из ясного неба, а голосок принадлежал моей тёще, маленькой старушке с грустными глазами, всегда чуть-чуть испуганными. Кто напугал их, что? Вероятно, жизнь, она ведь такая, ох, как напугать может. Ребёночка простудить, молюсочку, да ведь это, это тихий, но несокрушимый голосок оборвался. Есенин всячески пытался переубедить старушку, говоря, что он согреет шампанское на примусе, и оно будет тёпленьким, как вода для корыта, в котором бабка купает своего внука. Тихий голосок стоял на своём, умру, но не допущу. Так, не родившись, погиб цикв есенинских стихов, думается, мне бессмертных. Веник в бане всем господин буркнул неудавшийся крёстный и ушёл нахохлившийся разогрёчённый. Это была его неудача явная, неприкрытая, а он не очень-то умел претерпеть, смириться, признать себя побеждённым и склонить строптивую голову. Есенин пленился не Айсидорой Дункан, а её мировой славой. Он и женился на её славе, а не на ней. Пожилой, отяжелевшей, но ещё красивой женщине с искусно окрашенными волосами. Тёмно-тёмно-красный цвет. Ему было лестно ходить с этой мировой славой под руку вдоль московских улиц, появляться в кафе поэтов, в концертах, на театральных премьерах, на вернисажах и слышать за своей спиной многоголосый шёпот, в котором сплетались их имена Дункан, Есенин, Есенин, Дункан. Но вот потухла люстра в стойле Пегаса или кончался балет Лебединое озеро, и он сажал свою мировую славу на извозчика на толстозадово московского Ваньку той эпохи. Они ехали с полутёмной Тверской или с тёмной Большой Дмитровки к себе на Пречистинку в Балашовский особняк. Это не близкий свет, если всю дорогу молчать. А они молчали. Сочувствуя им, я повторял любимое сенинское словцо «Вот горе гореваньеце!» «Ты подумай, Толя, вздохнула Некритина, даже собаке бывает трудно молчать, даже кошке, а ведь из-за дора женщин». Я нахмурил брови. «Не воображай, пожалуйста, что нам, мужчинам, это легко, глупейший предрассудок. Разница только в том, что женщина болтает, а мужчина разговаривает. Ты просто нахал, Анатолий. Вы из-за доры ум тонкий, изящный и смелый, а у Серёжи, а у Серёжи, раздраженно перебив, я умный ум, хотя и мужицкий». «Это верно», согласилась она, «ум у него упрямый, деловой и поэтический». «Такое любопытное сочетание». «Поэтический, поэтический, дорогая моя», не кретина кивнула головой, «Это так, главное поэтический». Мне стало совестно, что я раздраженно сказал ей, дорогая моя. «Да, Нюшка, сущая беда, что Изодора говорит на всех европейских языках, кроме русского, а Есенин ни на каких других, только по-русски». На этом мы и пришли к согласию. Садимся, бывало, ужинать. Изодора выпивает большую гранёную рюмку ледяной водки и закусывает килькой. Потом выпивает вторую рюмку и с аппетитом заедает холодной бараниной, старательно прожевывая большие толстые куски. Неглубокие морщинки её лица всё ещё красивого сжимаются и разжимаются, как мехи деревенской тальянки. «Разлука ты, разлука», напевает Есенин, глядя с бешеной ненавистью на женщину, запунцевевшей от водки и старательно жующую, может быть, не своими зубами. Так ему мерещится, а зубы у Изодора были свои собственные и красавец красавцу. В столовой никого нет, кроме нас. Для меня, для Некритиной, для Ирмы Дункан, приёмной дочери Изодоры, и для её мужа Шнайдера, Айсидора Дункан свой человек, а не мировая слава, в которую, как сказано, влюблён Есенин. Что же касается пятидесятилетней примерно красавицы с крашенными волосами и по-античному жирноватой спиной, так с ней, с этой постаревшей, модернизированной Венерой Милоской очень похожа. Есенина было противно есть даже пищу богов, как он называл холодную баранину с горчицей и солью. Не дармич остушку сложил, не хочу бараниной, потому что раненый, прямо в сердце раненой хозяйкой бараниной. Есенин был очень подозрителен и недоверчив. Без церемона впиваясь взглядом в лицо собеседника, он всегда пытался прочесть тайные его замыслы, считая, что у каждого они имеются беспременно. Это его слово. Смекой Мартышон, она же чертова дочь иностранка. Ей стихи мои тарабарщина, не разубеждай, не разубеждай, я по глазам ее вижу, говорил он, сжимая кулаки, слов-то русских плясунья не понимает. А самое страшное, что в трехспальную супружескую кровать карельской березы, под невесомые одеяло из гагачьего пуха, он мог лечь только во хмелю, мутном и тяжелом. Его обычная фраза «Пей со мною, паршивая сука» так и вошла неизменная в знаменитое стихотворение. Платон резко отделял любимого от любящего. Есенин был любимым, изодоролюбящий, Есенин как актер подставлял щеку, а она целовала. В жизни тяжелые кулаки, это надо знать и твердо помнить, а мы, как просточки-дурачки, не только отчаянно боем, но и удивляемся, когда она сворачивает нам челюсть. Не похоже ли это удивление на наивный разговор домашних хозяек, которые за дня в день убираясь в квартире неизменно восклицают. Откуда только проклятая пыль берется? Ведь только вчера вытирала. И мы в том же роде философски руками разводим. Как это? Почему у меня челюсть свернута? Ведь еще вчера была совершенно целехонька. Эх, жизнь, жизнь, чего же это ты дерешься, как хулиган злой и пьяный? Бери-ка Сережа итальянку. Он берет, опускает восковые веки и поет тихо, грустно, с милой хрипотцой. Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив? За окном уже поднималась утренняя заря, желтая, как этикетка на спичной коробке. Пей со мною, паршивая сука. Ведь мы, товарищи, в наши розовые годы всерьез надеялись, что только и будем получать от жизни сахарные поцелуи. Эх, гармошка смерть отрава, знать с того под этот вой, не одна лихая слава пропадала трын травой. Как-то Айсидора Дункан танцевала в бывшем Зиминском театре. Все было переполнено партер, ложи, балкон, ярусы из деревянной пропасти, в которую ввергнутые скрипки, виолончели, флейты и громадные барабаны взлетела, как птица дирижерская палочка, взлетела и замерла. Заговорил Чайковский славянским маршем. Мне всегда думалось, что живописей можно рассказать не словами, а только самой живописью, то есть цветом, а скульптуре, мрамором, деревом, воском, глиной, а у музыки только самой музыкой. Какой вздор! Оказывается, что славянский марш божественный и человеческий, эти звуки величия, могущества, гордости и страсти могут сыграть не только скрипки, виолончели, флейты, литавры, барабаны, но и женский торс, шея, волосы, голова, руки и ноги, даже с подозрительными ямочками возле колен и локтей. Могут сыграть и отяжелевшие груди, и жирноватый живот, и глаза в тонких стрелках, морщины, немой красный рот, словно кривым ножом вырезанный на круглом лице. Да, они могут великолепно сыграть, если принадлежат великой лицедейке. А Дункан была великая танцующая лицедейка. Я не люблю слово гениальное, гениальное, но Константин Сергеевич Станиславский не слишком щедрый на такие эпитеты, иначе не называл ее. Отгремел зал, вспыхнули люстры. Мы сидели с Есениным в ложе Бенуара недалеко от сцены. Слева в соседней ложе были актриса, актер и Непман. Нам не пришлось особенно навострять уши, чтобы слышать их болтовню. члены профессионального союза работника искусств имеют обыкновение говорить значительно громче, чем простые смертные. Они жаждут, чтобы посторонние люди, проходящие мимо или сидящие поблизости, обращали на них внимание и обязательно слышали то, что они болтают. Хотя в этом нет никакой необходимости, так как не слишком часто они бывают остроумны, а еще реже умны. «Знаете ли, друзья мои, сказал молодой человек с подбритыми бровями, а ведь это довольно неэстетическое зрелище, груди болтаются, живот волнуется. Ох, пора старушенцей кончать это занятие». «Дуся, ты абсолютно прав», поддержал его трехподбородковый нетман с вылупленными глазами. «Я бы на месте Луначарского позволил бабушке в этом босоногом виде только в сандуновских банях кувыркаться». Мне было страшно взглянуть на Есенина. «Ха-ха-ха», захохотал актер, разумеется, слишком громко и малоестественно. Настроение у нас стало серой с желтыми пятнышками, как говорил один хороший писатель прошлого века. «А сколько ей лет, Жоржик?» промурлыкало хрупкое существо с глазами, как дым от папирос. «А черт я знаю, говорят, шестьдесят четыре, по привычке соврал актер. Она еще при Александре третьей в Михайловском театре подвязалась. «Я так и предполагала», отозвалась красавица, жующая шоколад золотой ярлык. Есенин заскрипел челюстями. «Наши мегеры в ее возрасте с клюками ходят, и на каждом пальце обеих ног у них по мозольному кольцу снова промурлыкало прекрасное существо, которое парикмахер сделал златокудрой. Клянусь истинным богом». «Твоего бога, кисенька, большевики ликвидировали как класс», сострил Нептман. «Златокудрой уже съела и крымское яблочко, и вафлю с кремами, плитку шоколада миньон, а теперь к моему ужасу жадностью поглядывал на бутерброд с полтавской колбасой, лежащий в бумажной салфетке на барьере ложь. Но приходить в ужас не стоило, что я понял впоследствии. Это был нормальный аппетит классического корде-балет. «А знаешь, киса, как называют Дункан в стойле Пегаса?» спросил Нептман. «Как?» «Донька коммунистка». «Блеск», захохотал актер. «Чертовски остроумно одобрила эфемерное существо. Дай мне, Маркушенька, апельсинчик». и дожевал полтавскую колбасу, она стала нервно сдирать с апельсина пупырчатую кожуру. «Вот компания кретинов, не выдержав, сказал я так же громко, как говорил актер. К нашему огорчению это только счастливило Непмана, сразу узнавшего меня. «Товарищи, товарищи!» зашептал он знаменитый иммажинист Анатолий Марингов. «Вижу, Маркушенька, вы слышали, вы слышали, он обозвал нас кретинами, компанией кретинов». «Слышал, с меньшим восторгом», ответил актер, помню, фистофельски вскинув подбритую бровь. Есенин сидел в глубине ложи, прячась от зрителей. «Пойдем, Толя!» процедил он побелевшими губами, почти не разжимая челюсти. Я поднялся с кресла. Есенин натянул замшевую перчатку на трясущуюся руку. «Есенин! Да Есенин!» зашептали вслед приятные соседи. «Муж! Ха-ха! Муж старухи!» Часы Часы на театральной площади показывали десять. «Довезу!» предложил лихач с надменным лицом гвардейца. «На причистенку!» Ветер сорвал цилиндр с моей головы. Гвардейца своих высоких извозчищ козел только покосился на него ироническим глазом. Красивая молодая дама в норковой шубке, догнав цилиндр, подняла и протянула мне. «Премного благодарен!» Как-то не выговорилась «Премного благодарен гражданка!» Уж очень она была тоненькая, даже в своей шубке до колен, была легкая, как папиросная бумага. Я сказал вместо гражданка «Премного благодарен сударыня!» «Пожалуйста, сударь!» и с милой полуулыбкой добавила «Это смешно, товарищ Мариингоф, что в наше время, в нашей Москве вы носите цилиндр!» Ее зубы сверкали, как поддельный жемчуг. Мое поколение еще видело настоящее. «Вы хотите сказать, это глупо?» Угадали. А Шекспир носил серьгу в ухе, не соврал я, это, пожалуй, еще Шекспир жил в шестнадцатом веке. Однако в этом шестнадцатом веке он писал немногим хуже, чем пишем мы в своем двадцатом. Она прелестно рассмеялась. «Я хотел бы знать, вы действительно нахал или только притворяетесь?» «По-моему, притворяетесь». «Нет, действительно», сказал я, хотя не был в этом уверен. «Не влюбился ли я в нее?» К сожалению, гвардейцу на козлах надоело наше козыри, и он тронул вожей коня. Мы уже неслись по-охотному, а я все еще благодарил ее, помахивая рукой. пересекли тверскую, маховая, румянцевка. Из-за купола храма Христа показалось бронзовое ухо луны. Я пробормотал, неужели я больше никогда в жизни не встречу ее? К счастью, ответил Есенин, как идиотски устроена жизнь. Под этим я подписываюсь, сказал Есенин.